ну что ж всем проснувшимся доброго утра сегодня такой утренний четыре сердца и опять зеваю на аркаде я просто не знаю что это игра со мной делает но почему-то хочется зевать на аркаде и видимо эскерди короче после стрима последнего или где-то между я не знаю когда опять вкинул 100 рублей чтобы дурацкий его ник по-русски блин висел короче в ласт ивентах только чтоб мне на машните понимаете да как это происходит доброе утро артик алекса чё-то розовым стал ты же валют синий всю жизнь был что в тебе поменялось женское начало процвело в конце весны ой так по моему у нас в конце был щит хермиго агент с какой-то пещерой да там еще где мужик с дурацким голосом все вспомнил привет хомка и давай твое стандартное потому что мы сейчас пещеру отведем привет бомба лейла привет тургон привет по моему это экстрим но мне не видно черный ник сожалению на темном фоне пора что-то меняет жизнь ну да перестать быть синего цвета стать розам да 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 пещеры короче кайф вот от прям на прям то будет да а у меня короче я же возил кошку получается с или ездил в ветклинику чтобы стерилизовать ее получается когда три дня назад по моему да вроде бы три дня назад вот в это время я теперь короче ультимейт бате экспириенс получил и теле прямо почему в аркане бате везде за нами ходит и везде слип потому что за ней все что делал последние три дня это просто постоянно следил и все время смотрел за каждым шагом и почему здесь какие-то разводы виде воды идут на потолке эти они исчезли странно короче его час она наконец лежит в другой комнате и просто спит и не честно типа не может произойти и я сделал ей перевязку новую поэтому она не сможет там не швы задеть не чем там расцарапать не там типа не снять их не еще чего-нибудь поэтому я вот решу с лица завести пока у меня есть свободные два часа отдыха от ультимейт бате экспириенса поэтому если что то вот почему так рано и вот почему на сегодня опять пещера да это же самым чем пещера мы ежи не зачистили то до конца может вопрос как часов тебя сейчас 879 я не знаю я не слежу за временем но это утро наверное так я думаю что ползуны не сдохнет если я так шарашу а нет сдохли они типа получается всегда там на игра их прорисовывать только когда когда они вылазят ну типа из-под земли на самом деле их невидимые модельки уже находятся на земле и в этом типа вся соль блин кстати лол точно мы же можем быстрее сколько время 717 йота я еще так рано встал ну блин я уже потерял но нет я не потерял день и ночь я типа не зарунил режим на три дня я на часто позже точно ложился первый день то вообще был пистейшн полный тип кошка просто лежала лежим и все она ничего не ела не пила просто как бы лежит и все время хочется куда-нибудь пойти у меня аж до этого только ну как два кота было именно мальчика то есть там еще пришли чик-пик все типа пошли они уж там в конце дня короче бегают прыгают и все норм а с кошки по-другому короче написал артуру с дашей на такие оооо говорит это короче дня два-три ты просто будешь привязан минимум сна максимум контроля за животным цвета белого не увидишь за окном я такой ну мы знаем о чем говорим я такой ну да ну может все-таки нет но нет на самом деле все так и оказалось да 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 хирюк о геем он жив и че я там кажется мертв за то время что я не играл в арканию мне пришла в голову мысль поплатить резины но у первого резина его по моему на ps3 то вообще даже и не было вроде только на иксбоксе было на пеке вот второй третий были на плойке 3 и 3 даже на четвертую часть сделали но я со второй еще хоть как-то из-за сеттинга я могу поиграть но блин третий прям вообще я так себя перебаровал чтобы его пройти спасибо всем мартин за 28 месяцев велкам бутск вот поэтому я не уверен что у меня хватит на что-то типа из-за марафона а 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 Дай Дай Просто Дай Блин, вот тут самое проблемное это колонны и у Цихи такой мусор на пол локации, из-за которого ну некуда типа дальше идти и всё и ты просто погибаешь. Ну так меня забивают в углу и я такой, эй, шо делать? Привет, Сергей Харьков. Может хоть что-то за мной ходить, блин? Кстати, мана-то, ну в принципе, в принципе, как она восполняется, сойдёт как-бы. Конечно, было бы быстрее, было бы ещё лучше, но циферка довольно быстро бежит. У меня эта команда до сих пор работает и боты её активируют, ничего себе. О, убил сразу два. Ок. Подключил, короче, плойку с жёстким диском, который у плойки, типа, внешний, на ибпху, всё работает, блин, теперь. Если электричество вдруг резко рубанут, я хотя бы смогу её выключить и не потеряю 8 терабайт игр скачанок. Сейчас, блин, самое дурацкое, если я в чё-то захочу поиграть, ну вот резко так, типа, ой, чё-то хочу в это поиграть, то мне, блин, придётся качать игру полностью с нуля. А вот так вот, чтобы, когда, типа, ты ничего особо не хочешь... Я зачем выпил зелье? Не знаю, я загружусь. Я просто нажал стрелку вверх, я не знаю зачем. Вот, и... Ну, не качать же, типа, всё подряд. Я до этого, там, игру кунь купил, скачал, там, например, игру какую-нибудь захотел поиграть, скачал, вот оно у меня всё оставалось. Я в любой момент мог зайти, там, в какую-нибудь баннер-сагу, например, поиграть. А теперь всё. Задушили меня. Ой, нет, макурс. Мракозвери, почему-то он. Привет, Jack не ранен ли стрим? Да, но я объяснил вначале, почему. Чё-кого? А? Либо... Чтрис... Утренний, либо никакой. Я решил, что утренний лучше. Есть глобальный план на Twitch или YouTube в плане прохождений? Да я вот только ходячий хочу пройти. Всё. Мне предложили... Да е... Да ведь я... Нет, я сеймился, да. Мне предложили сделать обзор на VR-игру. Но я, типа, никогда в жизни обзоров не делал. Я говорю, типа, вы чё? Вы чё? Вы чё маленький? Я только... Я только могу играть в игру. И всё. Сегодня YouTube написал, короче, типа... Чё-то там, короче, сделайте. Потому что YouTube геймингу уберут, типа, чё-то завтра. И... Что-то там куда-то перенесётся. Я такой... И чё, типа... Чё у меня это пишется? У меня не гейминга не будет в гейминга. Ну, видимо, не всем это пишут. У кого канал есть, не знаю. Ещё, кстати, знаете, когда ты ничего не выкладываешь... Ну и всё, я умер. Димон, у меня просто в углу... А, нет, я в углу... Стоп, спокойно. А, ну, просто. Ещё, короче, абсолютно полностью понимаешь, как работают рекламодатели. Вообще, в России. Которые, ну, в принципе, ничего не знают. Кроме, например... Эээ... Того, что там есть, типа, канал и количество подписчиков на неё. Всё. Больше они ничего не смотрят. Вообще. То есть, мне там пишут, типа, вот за это время, сколько там... Видео нет, по-моему, с июня. Ну, почти год уже, да? Каждую неделю стабильно по пять-шесть, короче, предложений там. Мы хотим с вашим каналом интегрировать то-то, то-то. Мы, короче, готовы, чтобы вы такую-то игру там посмотрели или обозрели. Мы там хотим, чтобы вы футболки свои продавали. Типа, нам так нравится ваш контент. Я такой, сижу, думаю, вы вообще смотрели, что... ГОД на канале ничего нет. Какой вам контент нравится? Ну, типа, ты понимаешь, что, ну, люди абсолютно вообще понятия не имеют, кому они пишут, чё они пишут, типа, и... Что человек делает, типа? И делает ли он вообще что-нибудь? Это довольно забавно. Я, типа, всегда-то знал, что... Ну, там люди очень сильно далеки от этого всего, и максимум, что они знают, вот это... Просто заходят, типа, видят канал сам. Ну, видят, грубо говоря, обложку, да? И... Там, типа... Самые популярные видео, например, висят. Я не знаю, там, ссылки какие-нибудь, там, типа, сотрудничать здесь. И всё, и сразу пишут, типа, мы там хотим, короче, продать 50 тысяч футболов. Потому что у вас там такие топовые ролики выходят. А ты им пишешь, типа, ну, а, как бы, ну, год уже ничего не выходит. Они такие... А-а-а... А-а-а... Так, и всё. Такие, так, может, что-нибудь выйдет или нет? Это же забавно. Привет, Орево. Так... А-а-а... Я хотел похилиться. Надо опять еду ставить. В инвентарь. Ой, где же отвата? Вот она. Там... Ещё-нибудь... Ну, клево два... Тридцать одно кисло яблоко, в принципе. И я, походу... Остановлюсь на нём. Мда. Вот сюда, вот направо. Слушайте, мы, походу, вышли отсюда. Походу, больше, больше не будет этой пещеры. Никогда. Привет, Экс. Привет, Глюкоста. Та-а-а... 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 Ты можешь выйти. И здесь, короче, где-то будет дерево. За которым... Блин, я же маг, я же больше вроде хотел лук не вязать, а чё тут лук уже на автомате достал такой. Ну давайте получше фейрбором бафим. Ну, вот тот, который слева, должен сразу сдохнуть. По-любому просто. Ну, он не умирал, конечно, естественно. В пещеру загоняем. Не-не, мы обратно в пещеру идём. Типа, я, конечно, понимаю, что вы обрадовались, но... Получше. Чё, побегут? Нет? Слу... Они не могут сюда идти. Нет, мы в пещеру не идём. Возрадуйтесь. Бду. 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 Ё-моё! Это чё за слалом был? Воу-воу-воу, тихо, спокойно, я всего лишь полута... Не, ладно, видимо... Видимо, я оставлю с миром эти, ну, трупы. Как он на стену заскочил и проехал по ней, я, конечно, не ожидал такого. Шон Уайт скейтбординг, блин, он Аркания. Кстати, диск Аркания стоит всего 3 баксов. На пасть 4. Я думаю себе в коллекцию взять. Как знаете, древний артефакт. И дрите его в корень. Так, ВВУ вот где-то тут должно быть. Это цветное растение. Вот, Артефакт Белиара 20. Да, огонь. Ебуй. Крам Богини. Как я проехался просто в шоке. Причём, как бы, ну, это, типа, произошло-то абсолютно, ну, скажем так. Синхронно, то есть я шёл, он автоматом запрыгнул и поехал куда-то. Так, смотрим. Да, 20 артефакта должен был быть. Куда он дальше пойдёт? Ах, кстати, испанин застрял в скале и висел, короче, несколько секунд, прежде чем спрыгнул и смог артефакт взять. Значит, игра у всех так работает, не только у меня. Значит, я не особенный. Так, ага, мы там спустимся вниз. Чего? Как? Как это взять вообще? Как это уже было? Ладно, это, в принципе, почти, блин. На каждый второй артефакт моя реакция, но, посерьёзно, это я не знаю, как его надо было взять. Я просто в шоке. Пойдём. Но идти далеко, сразу скажу. Придётся куча зверей по пути убить. Вещь, рута от огромного фаербола урона нанёс только одному зверю. Да. Придётся О, да. Аааак. Короче, интересную новость могу вам рассказать. Ну, типа мини-новость такую, знаете, из мира коллекционирования, всякого такого. Я посмотрел, сколько стоит на Амазоне, короче. Кровь и вино, DLC. То есть продавали же, ну, как бы, каменные сердца отдельно продавали. Диск и колода карт, типа, внутри. Или, по-моему, даже две колоды карт. Но, по-моему, только одна. Вот. И кровь и вино с колодой карт. И в мире коллекционеров они сейчас довольно ценятся, потому что, ну, мало кто успел во время выхода купить. И, типа, люди собирают вот эти вот колоды с картами. И именно они основная ценность. Даже, типа, а не сам диск с игрой. Вот. И вот кровь и вино, например, сейчас на Амазоне стоит 75 долларов. То есть это 5 с лишним тысяч рублей. Хотя изначально, типа, DLC должно было, по-моему, 20 долларов или 30 долларов стоить. Вместе с этими картами. У нас в России, я вообще, по-моему, уже не видел, где-то, наверное, года два, чтобы диски эти, в принципе, с картами продавались. М-м-м-м. Поэтому. Коллекционка, например, третьего вечера 30 с чем-то бачей стоит. Я поэтому так раз, что я успел свою купить по предзаказу. Я, правда, на Xbox купил, блин. И это единственный минус ее. Из-за того, что там зеленая полоска с надписью Xbox. На коробке. Но. Когда я брал, уже PS4 версию всю раскупили. Я такой, блин, ну хотя бы Xbox его заберу. Да и, типа, бокс. Главное же, что внутри. Типа, там, фигурка и... Артбук и карты. Все такое. Типа, играл-то я все равно на ПК. Я же помню, я стримил Ведьмака, там, часовка еще по 10, наверное. И автоматом еще это все и записывал. Сразу на YouTube. То есть, все это работало вместе. И... Блин, а в чем Sorry Story-то, считаю. Так, ну я играл Ведьмака. А, и вот. И после первого дня, короче, записи у меня какие-то были траблы на видео. Смотрю, там, что-то все как-то подлагивалось. Дергалось. Я такой, блин. Типа, что же мне все заново переснимать? Типа, ну потому что я же не буду лагающие видео выпускать. Мне пришлось переснимать. Но. Перед тем, как я начал переснимать, я, короче, запаниковал. Такой, думаю, блин. Ну, походу, на ПК играть сразу же Ведьмака третьего. Типа, одновременно записывать его и одновременно же стримить. Ну, типа, что-то, видимо, комп не справляется. А плюс жара же была тоже конец мая. 15-й год, по-моему, это был. Да. И я, короче, такой, блин. И в попыхах резко пошел, короче, и за 5 с лишним тысяч купил на плойке. Типа, издание, ну, типа, с DLC, там, сезон пасом, со всем. И пока она у меня качалась, я пошел дальше на ПК и уже после стрима перезаписал первую серию, вот где как раз подлагивания были. А дальше, типа, все было нормально. Я вот именно ее с самого начала перезаписал, по-моему. Насколько я помню. И все, в итоге, дальше уже норм работало. Я такой, типа, ну, окей. Вот. И вот сейчас, то, что я еще тогда покупал, это Ведьмака на плойке. И я вот сейчас его перепрохожу. Благодаря этому не пришлось покупать. А, искатель приключений. То, что надо. Я вчера видел на обморожении фигурку Геральту Ванну. Такой, окей. Да, она нас в России выпустилась, но... Учитывая, что все остальные такие же фигурки стоили по 3 тысячи, а это стоит 7500. И там отвратительные глаза у Геральта. Поэтому я брал только остальные на ПС-4, до спорта не распечатал. Значит, я то, что смогу стать миллионенами с плодом. Запечатанные копии, да, дороже стоят гораздо. То есть, грубо говоря, коллекционеры прям вообще обожают, когда что-то запечатанное. Почему бы... Там, например, кто-то покупает там какой-нибудь картридж на Nintendo, который 30 лет запечатан был, и никто его не открывал. Там, за несколько сотен долларов, или даже за несколько тысяч долларов. Просто потому, что этот картридж никто не открывал. То есть, он знает, что он абсолютно новый его возьмет и будет в него играть. Ну, некоторые берут, чтобы поиграть, действительно. Но большинство, если они берут нераспакованный, то они его, будьте уверены, никогда не распакуют. То есть, эта игра обречена на то, чтобы в нее не играть. И я сдох, и когда был сейфинг, не знаю. Как элька, только ответ продублируйте кто-нибудь, пожалуйста. Ну, я говорю, уже получше. Лежит, спит. А, ну я хотя бы сейфинг, с пустого, как я взял штуку. Ну, я еще не убился, хоть ублюдка. Все, после каждого боя надо сейфинг. Еще, блин. Для меня-то никогда идти не может. Каждый бой выиграл, сейванулся. Без исключения. Пресс-киты стоят дорого. Ну да, потому что их тяжело достать. Большинство людей не продают пресс-киты. Ну, тут, мне кажется, довольно такое, типа, ну... Я знаю, вот многие, кто, например, пресс-киты... Ну, типа, блин, вообще мало кто получает. А те, кто их, например, получает, они им не нужны, типа, они сразу на ebay выставляют, типа, и продают, ну, типа, с три дорога. И я, типа, не понимаю вот этого смысла. То есть, как бы, ну, зачем? Если тебе он не нужен, так ты напиши издателю. Ну, блин, понятно, что да, никто не откажется от халявы, но, come on. И поэтому, например, те, кто продают вот эти вот все... Господи, пресс-киты, которые прессе именно рассылаются... Считается, что нельзя палить, типа, номер, ну, вот, поскольку я там... Они же лимитированы, и, допустим, там написано на коробке 15 из, там, из двух тысяч, например. Потому что издатели могут по номеру узнать, ну, типа, кому они какой номер отправляли, они же знают, и этому человеку больше никогда ничего не отправлять. Я вот пару таких случаев знаю. Когда челики по своей тупости сразу же на ebay выставляли крест-кит какой-нибудь игры, учитывая, что она еще и до релиза отправляется, то, ну, это вообще максимальное свинство просто, и подстава всех своих же коллег, когда ты берешь и тут же, короче, там, за три недели до релиза ставишь на ebay эту игру. И какой-нибудь чел ее у тебя купит, короче, пойдет скриншот с видео делать, там, типа, и рассказывает, что в игре происходит. Ну, типа, это что, пиздом? Вот пару журналистов, так, в черный список добавляли и банили вот последующих рассылок плюс кутов. Привет, Миша. Блин. Ну, че, я опять, что ли, умру? Нет. Пещеру, может, нет? Пещеру, пойдем. Сейчас забью его и сейвнусь. Коган, ну, камон. Как он может, уже? Я. Что ты? Ну, и когда играешь в Аркане, можно о чем угодно разговаривать. Это такой кайф. Слушай, ну, как бы, тут на геймплее и на сюжете вообще нет смысла концентрироваться, потому что его нет. Как говорится, было бы на чем. Ну, я так сейчас понял, что меня там убили морские черепахи две. Даже одна, одну-то я убил. И одна морская черепаха забила главгероя, прокачанного мага. Да-да, им надо, короче, скеллитосов убить и... Почему? Животных. Я. На берегу. Что-то, короче, верует. Вот сейчас вот значок автосейва, да, идет. Но что-то у меня есть такая информация, что никакого автосейва нифига не было. И игра на самом деле врет. Аркане равно с геш. Ну, да, да. Типа такая форма подкаста. Просто абсолютно мозг отрубается, когда ты в это играешь. И ты можешь о чем угодно думать. И рассуждать, потому что, ну... Ты точно не сконцентрирован на том, что в игре происходит. Ну, иногда я, конечно, из-за того погибаю. Но в основном из-за того, что просто застреваю в какой-нибудь текстурке вонючей. Вот как тут вот я не смог просто подняться. Ну, типа, че это? Что за камень, на который обратно не дают подняться без прыжка? Просто зачем? И все. Тина, походу, хуллилаки, блин. Стоит на берегу. Блин, они еще плюются. И у меня уже 80 хп, типа. Шурен, яблоки. Я сейчас даже не знаю, когда мне вообще будет какой-нибудь торговать, что я какую-нибудь еду хотел купить. Чтобы вот именно во время боя подхиливаться иногда. Потому что прям бывает. Получишь урон и бинты вот только вне боя можно использовать. Что, в принципе, ну, типа, и не супер такое уж дурацкое решение. Тут мастерий без головы и без рук лежит. Тут непонятно, либо руки у него в песке... Либо руки у него в песке, либо у него их вообще нет. Получишь. я 18 плюс ну да это точно чисто мужской экспириенс для взрослых крутых мужиков так и себя решаю так разупокойный матрос блин может перестанешь и стрелять в меня может уже должен быть как-то где-то конец вот этому твоему постреливанию по мне кстати вот что хотел спросить турбом ты сейчас 2 секс проходишь ты в длс играл или нет который с тюрьмой я был счет когда платье не в прошлом году манками divided летку думал о типа пройдущих тип фул игру и пойду в длс но в итоге у меня он столько задолбали вот эти вот там нет не helix как же называлась ну короче типа как бы синглплеерные карты но они были как под мультиплеер сделан там свои прогрессии с такой там за какой-то аватар типа играл где настолько там от этого задолбался что я типа дропнул в итоге потом не хотелось посмотреть чтобы задолбался с причем там больно ли она и в итоге ничего не слышал из-за того что не требовали микро транзакции все захейтили в ресторан была короткий конечно эти прикольные то что в ней было на прям уж очень короткой кто больше не ничего не говорил после выхода я выпью зелень у меня нет вариантов я хотел чего пройти понял что она не куплена а понял такие постреляли постреляли и пошли ок интерес фейербол в воде взорвется туда я думаю такой вопрос я даже клаус не задавал когда делал игру он просто сказал it just works хорошо 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 давай я вот не пойду за тобой кстати 80 процентов случаев когда персонаж ну тянется рукой что-то взять а на самом деле ничего не берет и поэтому мне приходится ну вы не слышите клик это раз пять чтобы он взял три предмета потому что из пяти кликов минимум два не регистрируется и три вот брич да вот этот вот бред прикинь его надо было пройти до кого-то там четвертого уровня короче карты я сдох и все заново и это это еще за это супер духота просто дико задушил тебя этот режим вот и вот смотри они же реально видно что запаривались с этим режимом дать что-то там придумывали делали там скины и геймплей и все такое но согласись было бы лучше если бы они просто брич нахрен вырезали и вообще бы вы не делали просто но больше бы сюжет и сделали типа в 500 миллионов раз было бы топовесы бы игра была длиннее в ней было бы ну именно больше самой компании чем это было бы большая вонючая потому что все на что настроен этот режим чтобы душить людей если какие-то люди в 2016 году погибали от удушения скорее всего я думаю что причины в 70 процентов случаев как минимум был режим брича когда у секс маканди вайдет на это моя ставка после каждого боя сливится не напоминаете я забываю я думаю ну еще один враг ну еще один враг но сейчас еще один сына изи же типа я хотел скидок дождаться посмотреть сколько она стоит потому что говорят что там пару часов всего ну да и с причардом в тюрьме и вот тот лс который я тогда стримовал она тоже довольно короткая ну как бы это же доу секс хочется хочется вообще блин тупо что в итоге игра не то что бы удалось я бы так хотел тричь часть которая была больше в масштабах потому что я вот недавно проходил когда по-моему в феврале где-то по-моему в общем короче прошел сначала пиратку потом купил лицензию помочь из год того хотя нет нет вру вру нет я купил сразу игру в стиме да потому что я тогда еще на старый канал записывал я помню что через steam играл хорошо те и один раз прошел такой вот прикольно типа революшн двух секс а старый двух секс стоит только слышал типа я все время их не застал не играл типа блин какая же прикольная игра потом чуть через год сел и снова еще раз прошел такой блин какая же прикольная типа кривоватенько все такое но вот ползать короче по люкам всяким стелс прям кафе у меня 5 хп а вот потом вышел директор скат я его прошел получается тоже было какое прохождение 3 да потом я купил игру на ps3 и прошел я и это вот как раз была игра когда я движемся восстанавливал шестнадцатом году где-то в июне я вот под нее восстанавливался режим у меня такие прикольные воспоминания с не связаны ким не почти двое сын играл и короче у меня там куча человек не засчиталась меня задушила я такой ну блин видимо не будет платье на был секс и все а тут я что такое снова захотел поиграть ну блин ладно пройдем а я короче кто играл в игру знаю там надо собрать все электронные книги 27 что ли штук или типа того вот и короче пройти игру меня убил я ж бежал короче пройти игру на харде я сделал еще в тот раз сам первый и кстати игра там на харде вообще супер легкая тебе сына уметь играть тут одна из игр где типа сложность вообще ничего не значит типа там вот это вот это вот я хочу дуус секс что-то куда-то пошел я не двигаюсь типа он просто садится еще я типа вот и мне короче в итоге не засчитали ачивку где типа не триггернуть не ни разу тревогу хотя все время смотрел на эту мини карту чтоб там не было написано что меня кто-то ищет максимум может быть написано что ну типа короче желтенькая надпись типа вас просто ищут там например или тому какая-то чуваки там подозревают что-то даже что-то пишет по моему написано чья ну на ps3 по моему есть мужская версия но я играл в английскую а если пишет прям аларм то типа сразу загружай сейф и иди заново потому что она не должна ни разу тревога сработать там кроме некоторых сюжет и опять же так тупо блин ты как бы как игрок ты же не знаешь блин ну типа окей это по сюжету произошло тему будет считаться или нет или можно там все-таки по остается как-то это пройти в итоге я посмотрел по подсказкам людей они писали что типа вот в сюжетных местах тут-то тут-то типа не переживайте все нормально будет и такой господи все могу перестать пить таблетки успокаивающие хоть кто-то меня убедил в том что эти места типа не влияют на трофей ну и короче в итоге я прошел всю игру мне не выпала ачивка за то что меня не спалили мне не выпала ачивка за то что я собрался книги души я их не собирал ходили откуда мальч блин книги собирать что душно типа пофиг и там еще пару доп квестов у меня не сделалось потому что я например некоторых из них вообще не знал хотя игру до этого типа четыре раза проходил и все вот тут лечат сел типа перепроходить февраля и в итоге уже полностью перепрошел по-нормальному и прям кайфанул хорошо так поэтому не очень жалко короче point был в том что серии игры прикольные и что я хочу третью часть жалко что вторая часть как бы мне так схлопнулась мальца за то что она была по меркам блин 25 кп скелет не смей я буду желать яблоки чтоб ты сдох блин он умер так все сейчас мана восстановится и точно сейвлюсь я уже устал собирать этих трупов лут мы не продвигаемся никуда вообще вы понимаете вот что-то чудно ли самому спасибо все аскерди уже почти сейчас это паси боли я так понял что скорее всего я заруинил наверное что я заруинил наверное я заруинил когда с стангана в кого нибудь выстрелил и там перст например куда нибудь упал там типа с высоты умер и я типа это не прочекал и все я думаю что вот там да да еще без смерти мне ачивка не засчиталась и в итоге такие глобальные ачивки на все прохождение из-за которых у тебя потом руки опускаются что типа заново надо все проходить а ты надеюсь что ты все сделал правильно и все будет топ поэтому я зашел посмотреть какие-то ачивки я вывел для деуса и что-то я был уверен что без смерти пройти это самое сложное ну так оно и есть я же в итоге чё с третьего трая прошел поэтому с одного топ квеста второй части прифига надо было тупо подойти к рандомному рекламному щиту мерцающему не а это как раз норм ты проходишь мимо она же с тобой разговаривает это я типа даже на стримах сделал не искал ничего просто прошел услышал что со мной разговаривает рекламный щит и начал квест типа это-то как раз норм а вот в первой части там было парочку доп квестов которые я типа не сделал и они именно на трофее были я такой типа чё как так во первых нахрен лучников сразу посмотрите они мне просто все хп сжигают как драться с лучниками которые тебе выносят все хп при том что ты двигаешься и уворачиваешься постоянно в чем смысл клаус у меня яблок столько нет понимаешь это там еще прибежали тут нет в скелета блин попади они просто добрались до меня джок тема mass effect 3 все дополнение есть да да все скачутся поставлю как только я захочу mass effect 3 так я сразу пойду я помню про него у меня уже начинает появляться желание пройти на говорю сначала надо, блин, вторую часть добить, ну так душно, блин, я может как-то не даже с вами, короче, запущу и все, может мне кто-нибудь советов даст, как по-бузному это пройти, я не знаю, в общем, это супер-бузно, просто не знаю как, ну я правда травил всего два раза, но я что-то не увидел, как это еще поси был, мне кажется, что-то не поси был, вроде я не получал урон, все, получил с первого прохождения, ну блин, значит круто, не знаю, но я потому что говорю, я типа ходил с танганом вырубал, а вот на этом прохождении, которое я делал уже недавно, да, я вообще типа никого не трогал, я просто всех обходил и все, качался в инвиз на максимум, просто ползал вокруг, только типа ну как босса вбил, А, еще там, короче, типа я знаете как, мне пришлось, короче, еще раз игру проходить, да, я знаете что, какой трофей заруинил, я короче не получил трофей как раз за то, чтобы не спалиться, я не мог понять, где же я спалился, в чем была проблема, оказалось, когда я потом, короче, прочитал на зарубежном сайте, типа ну более понятную инфу, Где там чел подробно расписал, за что палец, за что нет, оказывается, что во время первого босс файта, я когда взламывал комп, чтобы с ним подраться, я короче его, ну не успел взломать, и типа пошла тревога, из-за того, что на компе запустилась тревога, Из-за этого, типа посчиталось, что, хотя уже была тревога, как бы, да, то есть я с боссом дерусь, из-за этого игра посчитала, что у меня типа полный пистейшн, типа меня спалили, и все, и только из-за этого у меня трофей не засчитался, А это был самый первый босс, и поэтому мне пришлось второй раз игру перепроходить, уже снова не палясь, и делал только эту одну ачивку, вот, я вспомнил, да, я все равно задушил маленько, но, типа, тут я был сам виноват, Но я подумал, типа, ну как бы, ну, взломал тревогу, думаю, ну и бокс, че, типа, бой же с боссом, ничего же не щитово, а оказывается, нет, если комп взломал неправильно, то это считается тревога, Поэтому такие вот дела Поддушила меня маленькая игра, но, типа, тут я был сам виноват, но я сел, и еще раз снова ее прошел Что там сложного? Что сложного в Mass Effect 2 на Insane, на PS3? Все, абсолютно В первую часть же надо платить? Да в первой части мне остался один трофей, и все, там, один квест сделать С двумя персами получить трофейчик, и все, тут платим Просто я хочу, чтобы у меня подряд были три Mass Effect, типа Для этого мне надо завершить второй То есть, грубо говоря, я Дохожу до финала второго, да, на Insane И я такой, ага, все, я это делаю, значит, окей, захожу в первую часть Платинирую ее, получаю этот, типа, из троф, получаю платину Захожу во вторую, да, прохожу ее до конца Получаю платину, и вот у меня две части подряд с платинами И я, типа, начинаю стримовать третью и плачу ее, и все Слушай, в третьей, типа, ну, видимо, у них мозг вернулся к ним Обратно И они такие, типа, ну, блин, что-то мы дебилки-то, ну, максимально сложно сдали трофей В прошлой игре тут мы его делать не будем, и все, типа, иди Привет, пока Не знаю, вот, Алекс, блин, вот, ты мне скажи, вот, как проходить игру на Insane Где у тебя, короче, экран весь рвется Потому что от PS3 и маг, по-моему, уплыл Где тебя враги со всех сторон зажимают Где ты получаешь огромное количество урона твоему хп и броне Где твои напарники полные взланы Как вот это мне пройти? Просто скажи мне Я уже забыл, кстати, где я там остановился, но, ну, типа, я забыл, как называется это место Это, короче, там, где мы либо Эшли, либо Кайдена встречаем И вот там, типа, финальный бой в миллиард стадий То есть, когда ты на легком нормале играешь, типа, ну, это вообще без проблем Но здесь все эти стадии А у тебя, типа, определенное количество аптечек там, типа, на персах И все, я не знаю, я два раза потравил Там я, типа, выживал, как мог, конечно, но в итоге сдох Я такой, ну, типа, это не проходится, это бред И дропнул Я, типа, на горизонт, да Хотя мне чувак там писал, приходил, типа, на стрим до этого и такой О, да на инсене, да, щас Просто изяо Я, типа, трехлетнему своему брату дал, он, типа, прошел, пока просто на клавиатуре сидел Ну, типа, на компе играл Я думаю, ну, типа, никто не говорит, что это сложно, типа, все говорят, что, ну, типа, да, челлендж, ну, типа, норм Там, типа, я сколько хардовых игр на харде прошел, и, ну Ну, вонючий второй масс эффект, еще, блин, ну, еще, конечно, проблем в платформе На пике-то, конечно, мне кажется, попроще было бы Просто угадайте, где на этом корабле артефакт Где, вот видите, да, эти птички Вот он, вот где артефакт Понимаете, да? А, а вода убивает, то есть, типа, из фигли я вообще сюда должен идти, мне интересно В интернете есть гайды, я ничего не нашел Я нашел гайд, где чел просто говорит Ну, короче, я, типа, ну, прокачивался и, типа, проходил, как бы, от чекпоинта до чекпоинта Я такой, ни хрена себе Как я сам до этого не догадался Просто прокачиваться и от чекпоинта к чекпоинту проходить Думаю, ничего себе Я нигде не нашел гайда, где, типа, ну, какую прокачку взять Чтобы это пройти Что опять же, видимо, ни у кого вообще нет никаких сложностей, типа, с этой игрой Я смотрел видео, где девчонки рассказывали о том, как они, типа, ну, там, о своих трофеях, типа Чтобы, там, какую-нибудь игру, например, найти, типа, в которой, там, трофей прикольный Там, о какой-нибудь игре узнать, о которой я никогда не знал, там, и не играл И там, типа, какая-то девчонка, например, я смотрю, такая, она такая О, да, в Атмосфек 2 Ну, чё могу сказать, типа Да вроде ничего сложного Ну, там, типа, на харде играть Ну, чё-то я, типа, особо не потела Ну, как бы, вот, дальше, короче, Мосфект И я такой, чё, ты чё, охренел, что ли? Снимай, чё, сложно, ты чё, типа, совсем чё, не поехавшая Типа, чё? Вот зато, вот зато в Дарксоусе Вот там, вообще, короче, было, я такой, ты чё, совсем, что ли? Дарксоус, по-моему, с Мосфектом, Ванной, ценит вообще, чё-то чё-то, чё-то Чё, 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 стись я хотел это написать по-русски прям в коммент ты чё ты чё ксис ты чё да да вот бабушка степая из прошла если вы сейчас знаете какая у тебя версия игры на ps3 если вдруг совпадает с моей то там есть пара интересных обузов врагов но вот видишь какие-то обузы на знать я типа ничего не за я говорю я блин наверное как-нибудь заведу типа вот так же с утреца и просто типа ты придешь и мне подашки не советовываешь и я типа не знаю теперь да я нашел там кутин фуде чел был вот короче качайте такие патроны типа и ннг плюс уже когда у вас прокачены перья я шо вы поняли я вот после того как мы с вами отстримали mass effect 2 я прошел его еще раз на легком часов за 7 короче пролетел его на легком прокачался чтобы типа нужные навыки поставить першу своему и напарником дать очки чтоб типа там какие-то там деформирующие патроны что всегда их включать и типа чтобы максимально выживать типа и наносить очень хороший урон и все такое и даже это мне ну типа не помогает то есть первый там трай короче с прокач который я делал он типа мне не понравился я прошел пол игры и типа но нет не пол игры я вот даже до горизонта не дошел короче в каком-то изначальных локаций я короче дропнул вот тем персом которым мы на стриме играли потому что это вообще нереально за него пройти и потом эти по заново прошел игру перекачался полностью и прошел уже гораздо дальше то есть там было мне попроще но все равно в одном из моментов я тупо залип и все поэтому я типа не знаю кто грешит легко я чуть вообще не понимаю может быть ну тебя как бы у всех таких и когда самое начало самая жесть на типа его перетерпеть по проходить чуть дальше и вот тогда типа когда там получишь какой-то там навык или откроешь там же теперь броню можно улучшать и то нацелина больше но к еще не знаю как по мне это супер душно трофей это душно это сложность душно и где он еще на 5 кита джунглях ходит где-то общим я сейчас смотрю где следующая я какие-то джунгли я 5 виду ладно в основе едва на стрелку вверх карту открывать вот почему я нажимаю на нее чудеса тут нам где-то тут я потом другую короче возьму зелье короче хп другое поставь за солдат проще всего я за него играю блин и я нихрена просто не наношу урон врагам в общем прикол уж сложность дебильная абсолютно это вот самое плохое чего можете сделать свою игру это нафига ли просто в пять раз больше хп своим типа npc врагам которые будут против игрока играть и короче дать например им дам еще бронить пять раз больше и и вот типа сложно на типа иди играй при том что персаж точно такой же наносит урок как и раньше наносил вопрос 5 раз усиливать врагов это ни хрена не сложности по это бред поэтому я даже не припомню какую-нибудь игру где реально прикольно было сложно сделано по моему в хейла наверное в которой я особо не играл но там на высокой сложности враги там гораздо умнее играют типа вокруг тебя и это хотя бы прикольно что действительно челлендж типа там они тебя гранатами но и в принципе там довольно интеллектуально банджи за всех валили но как бы камон может сегодня сяду за массу 2 после стрима потроирую может с новыми силам аж тогда меня масса уже задушил я типа от него устал а сейчас как с новыми силами так как как сяду как пройду и все и скажу да вы чё и люди будут писать короче найти на форумах не могу пройти дорожным ценим едва чё делать это тут лалка вообще это настолько easy я просто короче год не играл а потом через год целый все прошел с новыми силами и после терапии после китамина короче после лечения в израиле после того как мы не это прошли эти вообще легчайше скажу было цель на ради тебя поставлю второй масса еще про ее работу для обуза еще если да ты проверишь их потом на плаке блин ну вот ты на пк поставишь а это как бы там вообще другая радость вот просто представь ты запускаешь игру на пеке ты ставишь ей лимит в 30 фпс раз ты короче делаешь тиринг экрана то есть ну когда он просто рвется нет вертикальной синхронизации да ты делаешь так чтобы фпс дропался во время стрельбы что там еще есть такого душного а ну еще когда короче кнопки не работают то есть ты нажимаешь например да чтоб там у тебя персонаж применил умение он его не применяет с первого раза бывает такое там типа есть проблема с откликом в управлении на ps3 на xbox вот и ты как бы такой нажимаешь кнопку там чтобы он например там использовал тягу до перс твой напарник он ее не используется надо заново заходить в меню снова и снова на тех нажимать тягу и надеюсь что он ее хотя бы сейчас использует и вот из-за этих всех душных минусов игра как бы начинает портиться прям сильно я типа все равно люблю массаж 2 больше всего ну как бы камон ну из массажа естественно первый супер устарел конечно же третий я проходил всего два раза машину итоге третье но вот второй прямо типа к я полу но это ps3 experience слишком чё душит да так 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 сейчас отойду попью приду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блин, я не знаю, что с ним делать, он как-то слишком жёсткий. Блин, быстрые ноги сейчас сделаю. Страшно было? Мракозвет ещё прям близко проходил. Я вообще думал, что я приду, и как бы перс уже мёртв. Но видите, вам повезло. И нам. Возьми лук, и что мы с ним делать? Я маг. О чём такой лук? Раз уж грипп не позволил мне прав праздник отметить, буду деградировать под стрим-джеки. Ну давай, сватишь, садись. А чё с ним какой праздник? Я вот типа не помню, какой праздник, но я помню, что у... Получается... Да, получается, у мамы моей первой учительницы 31 мая день рождения. Вот это я почему-то помню. Я, по-моему, даже не имею фамилию. Имя, отчество, вообще не помню. По-моему, Эмилия Аркадьевна вроде бы. Ну вот просто зачем эта информация у меня в голове? День Пограничника сегодня нечёстен. Прикольно. А День Арканичника когда-нибудь будет, я б праздновал. Как Арканинец. Нет, нет, 99 хп. Нет, 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 нет. Опять я в углу. Всё, ну это, капец, нет. Я жив, я жив. Опять эти штуки не спасли. Всё. Всё, я победил, мракозверь. Это я чё-же-то крутой и дождь, чё, снижая. День Арканичника каждый день, когда я снижаю Аркадьевна. Я только хотел, чтобы это был более профессиональный праздник, чтобы меня поздравляли. Так, мне нужна... Нужна options, да, и карта. Нет, карта. Карта, говорю. Так, я, кстати, не смотрел, а чё там за артефакт-то будет. Я посмотрел, где он. Но я не посмотрел, что за артефакт будет. Нам, кстати, с вами 10 минут гуида испанца осталось. 10 минут. Из 34. 24 минуты мы с вами преодолели. Ага. В уголке 22-я будет середина. В уголке... Окей. Пойдём. Вроде он, вроде не знаю. Ой, опять мухи эти, вонючие. Тро... Чего? Почти. Должно быть где-то сзади меня. Я не ту аметку поставил. Нет, только не мухи. Да, ну не мухи же, ну... Почему всё время мухи? Почему я? Где-то застрял опять какие-то, блин, в тростниках каких-то. Ооо. Мне кажется... Мне кажется... Масфек 2 на Insane, знаете, уже не такая, как бы, и сложная игра на самом деле, да? Не знаю, почему, конечно, мне так кажется. У меня прям есть такое чувство. Это становится всё более возможным. А я, кстати, уже 700 стрел спустил. Что-то мне так кажется, что 1200 мне не... А, тут... Да, уже боясь через с одной стороны, мухи с другой. Сэндвич, блин. Внутри которого я. Где-то чё так рано синицы начинаешь. Что такое синицы? Четырецы? Может быть, четырецыцы? Боже, бояще. Кайф! Я опять где-то застрял. Сначала в записи, потом посмотрю, что я там всё рассказал. Я простей. Как-то сказать. Ну, короче, я теперь верю в людей-ящеров. И поэтому в стриме по утрам. Привет, Такеши Ист. Ты типа смесь Такеши Китана и Квинта Истуды или нет? Привет, Джек, как дела? Привет, нормально. Так точно. Ничего себе угадал. Ну, если я не угадал, я просто не пришла. Который в тростник пынул фаербором. Как же я хочу, чтобы мана не кончалась. Ну, прям, как слова из песни. Где там кто-то хотел, чтобы лето не кончалось. Я вот хочу, чтобы мана не кончалась. Потому что из-за того, что она кончается, куча проблем. Так, вот это вот тут вот. Где-то вот. Где-то вот. Где-то тут. Ман. Стоп. Он же не мог меня обмануть. Испанец. Ты чё? Получаю. Прямо на краю. Ну, я тут. Как бы и чай. Тут только враги. Привет, Вань. Посиди за 50 месяцев. О, еще и муки пришли. Ой, как хорошо-то вы все здесь вместе. Чтобы задолбать меня. Спасибо вам. Привет, привет. Как вообще на этот здоровье? Да все, все как обычно, все по-прежнему. Все еще в аркане. Ну, я так понимаю, про психическое состояние здоровья спрашивать не надо. Потому что, ну... Мы все видим игру на экране. Поэтому, я думаю, можно только посочувствовать. Ну, это вот что такое вот это вот? Ведь что вот это? Вот это вот все что это? Что это такое? И почему это меня хочет убить? Ну, я пью зелку, я не знаю. Какой ковбой шершень? Ничего. А, костяной. Попробуй поднизывать. Так, это что? Ну, я типа на нем залочен. Почему я целюсь вообще не в него? И не попадаю сам на главу? Ну, типа, нормально, нет? Может быть, ты сгоришь? Не знаю, почему вся эта живность здесь находится? Почему вся эта живность пытается мне приковать? Почему я не сейвлюсь, в конце концов, мгновенно? Спасибо, Морз, за 36 месяцев. Не 50, конечно, как у Вани Лебера, но никто не идеален. А не локс. Я думаю, что меня за это могут посадить, но мы попробуем. Ты же не можешь посадить плохого? Где артефакт? У Клауса он был тут. Я же не сумасшедший. Я же видел. Может быть, он тут был? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Я все-таки сумасшедший. Все хорошо. Психически здоровен, да. Его уже как бы нет. Это вообще термин, мне кажется, уже не применим ко мне. Так, следующий коллектаблс. Что-то на каком-то краю, там какой-то уже поселка. Да, какой-то лагерь. Угу, в корзине. Окей. Нужно ли мне в пещеру, и нужно ли, чтобы Хомка написала «Аушитхирвиголаген». Вот в чем вопрос. Там, по идее, стоит огромный тролль. И стоял, я его чуть не вижу. Огромный тролль. Да, вот он стоит, да. Сколько урона мы ему нанесем? Кто-нибудь видит, что полоска ХТ-ши вернулась? Я не вижу. Ладно. Ладно. Давай с луком постреляем. 127. Ну, на 30 где-то, да? Больше помню. 124, у меня там было 87. Нет, 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 нет. Плохая идея. Ну, что-то инфа такая, что тролль не умрет, ребят. Я не знаю, как это еще вам, как бы, сказать. Но не надеяться на то, что я его убью ближе сейчас. Вот, как бы. Мой вам спойлер небольшой. Того, что произойдет, бежишь сейчас. Ауч. Ауч. Скорее. Что, у меня 19 хп, это опять? Ё-моё. Так, ладно, пришло место хилок. Маны и хилок, короче, хп. Сколько же у меня должно быть зелий? Вот, восстановить здоровье. Оно мне тут еще ближний бой дает, правда. Виксер каменной кожи. Звучит неплохо. Восстановление маны и здоровье, смотрите. Вот, мне кажется, это прям вообще сейчас найс выпить будет. Я, правда, почти уверен, что он ни хрена не будет работать, как должно, как бы. Я тут все равно супер медленно и долго и уныло, но, типа... Хавилк, я король по пикеру. здесь какая-то голова лежит который боятся черебоса что-то голова не могу судорожно есть все что у меня в инвентаре потому что здесь нет такой опции 2 хп ну еще где восстановление хп поскольку то там бля поскольку то там в секунду он нанес 136 урона у меня было 137 хп этого конечно но типа я не знаю я конечно как бы не должен его побеждать на самом-то деле 26 урона на лук а это 29 окей все терми сильней на 3 а это значит это победа будет сейчас просто типа я не знаю что делать восстановление здоровья нихрена не восстанавливает еды у меня нет как таковой почти что ну что колбаса по 13 здоровья типа сколько у нас есть колбасы чтобы 140 хп восстановить которую мне выносит просто на изи это дает доспехи в принципе неплохо и ближний бой потрясающий вот у меня есть 19 зелий давайте релики прикольный зелень начну пить вот плюс 8 60 доспехи плюс 50 остальное здоровье вот рик сирсе давайте я готов джека дай рдр с ребятами рдр сколько лет то восемь лет уже как вот если бы написал когда рдр 2 онлайн с ребятами я бы может быть ответил я слишком такой машнёр для этого а монота на она в принципе начинает восстановиться больше она при этом еще сразу же вкидывает сколько-то манами хорошо мне кажется то что я вот усиленный фаербол делаю вообще пофиг ему серьезно камни кидают в костюме который устанавливает ману сам везти по дофига маг мана нифига не устанавливается потрясающе 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 Евка спалила что вы собирались вверх 2 онлайн да я всех обманул я никуда не пойду а ты поверил хам лам что значит Евка спалила когда типа Артур анонсил это чё чё че странно ласкет палило чё че странно ласкет палило это как я не знаю это как короче везде реклама фильма да знаете типа чё в кинотеатре будет и кто не такой короче заходит в чё такой ха я короче спалил что короче фильм выйдет ха ха никто бы не знает круто да круто ски окей молодец он мне анонсил что я там буду да по моему анонсил но закончится так же как и анхим и division ну я тебе говорил сразу что никто в это играть не будет что никто в это играть не будет а потом кто игры не проходит с нами джоэх не ходит и 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 короче нет я теперь только фулд стример аркании и все это единственная игра в которую я пойду хочу играть и буду играть типичный гитл онлайн в мире версии нет это какашка в мире есть цельно в который кроме глинда больше не отвечает и персонаж до сих пор не мой почему он не может отвечать нпс в диалогах почему они с ним говорят он стоит просто и и слюну пускает почему рокстар why почему персонаж в аркане может разговаривать здесь нет гринда не надо за 3000 рублей покупать золото ау нет 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 54 хп какие на трассике опять трассе печь не убил что ему сделал а драгон флю привет спасибо за 46 месяцев как твой пистейшн 4 экспириенс все тролль пошел я тоже пожалуй постою сохранюсь уж очень неплохо я ему снял с урона а раз 100 лет можно на четыре себя показаться да да 100 лет четырсов нет тихо тихо соберем донат на полное прохождение отвергнутых богов 50 тысяч рублей я в деле понятно как лучшая игра то можно убивать снайксов ну такое какое 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 то не отманывая побед мне кажется никто не тестил этого тролля и бой с ним я победитель катаю в rdr потихоньку ловлю кайф во nice experience это не в онлайн душно играть я великий победитель троллей тролл тролл киллер и на макс в да эмм а че че делать тут надо че пещерка хомк хомк ты тут хомк тут пещерка скоро в отпуск то может уничтожда пройду все еще на миссии с речкой торчу а сил тебе сил тебе это это типа это та духота которую я преодолел и на ps3 на ps4 я знаю что это такое о нет это храм с спыта а я помню что где-то будет такой храм но мне казалось это ближе концу игры а он прям тут и и это еще и по моему и основной квест да разрешите вход в храм богин не забывайте о сопернике да это чел будет со мной шпион шпион хагена пока он не вошел в храм вот мы сейчас его нашли это он и есть я короче приду одно испытание второе откроется мост и мы с ним подеремся и в конце заберу штуку ну а ну 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 наконец то я уж подумал что мракозвери удобрили тобой джунгли кто о чем ты говоришь я тебя знаю знаешь нет но я знаю что ты друг диего а вот я точно знаю кто твой хозяин да я знаю что ты знаешь кажется при выборе вилкой в глазами в попу раз и видим что он и выбрал ничего не изменит без меня тебе в храм не попасть с чего бы мне верить одному из шпионов хагена потому что я до сих пор не всадил тебе в спину нож да но ты сделаешь это а что мне помешает вот прямо сейчас втоптать тебя в землю и смешать с грязью посмотри вон туда видишь каменную глыбу на цепях это и есть мост к храму нам придется запустить механизм одновременно смекаешь каждый из цепей ведет своя тропа одна из троп полна ловушек а другая залита дымящейся кислотой угу ладно ладно убедил какую тропу выбирать мне кажется один из первых уникальных голосов именно конкретно такой одной перса я больше ну кого не слышал о том я позабочусь об огненных шарах полослепой тип вроде тебя в таких делах может рассчитывать разве что на невероятную удачу вот у меня уже есть ключ да и к тому же я из газа вода что скажешь вот постарайся не умереть слишком быстро постараюсь но после боюсь что я должен убить тебя королевскую тебе придется умереть первым за айви за альму за фишир и за сашку а нет видимо это он так сказал знаете для красного словца но на самом деле он не собирался прямо сейчас убивать просто это выглядело так как будто бы он вот прямо сейчас будет его бить почему получал урон наверное огонь надо было мне наверное миссии пожарных пройти все и все и было бы норм вы видели это он прыгнул и исчез вдалеке он бегает стой кэш темец а по цепи пройду а ну это же аркане действительно действительно да от шоу это я так ну он че кислоту типа прошел все у нас открылся все драка началась или что я не понимаю ну он все с големом еще поднимется ты готов я разочарован в спине и нет ножа прости кажется ножом тебя не взять ну не расстраивайся больше мне не чай в меня не смыть там это само он может сработать в любой момент что сейчас ну по идее он должен был сказать типа нааааааааааааау и как бы пафосно и круто а здесь он сказать сейчас Знаете, как-будто вы его спросили, типа, а когда ты пойдешь уже наконец? Уроки делаем такой сейчас. Так. Есть инвентарь. Потрясающий кадр, кстати. О, расходы предметы. Здоровье. Спихи. Эликсираль. Тогда сюда. А направо. Что, блин, не знаю. Рагу давайте будем хавать. Четыре огурца мне не влезть, мне кажется. Не уверен. Не уверен. Ну давай вот чуть-чуть на работе. Бодынь. А у них-то есть какой-нибудь лимит, типа, бега? Да. Все, пошли. Ну и чё, и чё, и чё. К там у меня, к там у меня. А вот, походу, эти гольбы на меня, да. Угу. Нет. Нет. Ха. Он мне, он мне сейчас ничего не сможет сделать. Потому что он будет просто бросать. И в проход не попасть. Нет, они ушли. Так, фарбола. Где? Ну, не бывает. Давай. 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 Давай,quele да, мы показываем. Это ó, Сука! Нечестное животное. Я под тебя слух не стрелял. Голем. Как? Че? Откуда он тут появился? Он же сзади был. Продолжаю задавать вопросы на которые нибудь ответы. Ошибочный ящик с хипаргуса. Который ничего не знал. Ну и че? Куда ты пошел-то? Давай. Пишет С2. Короче, зелень в остальном хп юзли. Зелень на усиление доспеха полная фигня. А че еще? Зелень маны тоже. Ну ладно. Более менее, типа немного работают. причин начанд Who would kill języор? base Spirit But Matt Ну и что? Блин, какие же душные, блин Я походу думал с эффект 2 на инсене всё-таки топ Чё-то такая инфа есть всё-таки Хотя бы playable Там хотя бы герои мои любимые бегают Не знаю ещё Чё, он сдохнет? Нет, спасибо Ау А големы не должны просто, ну, типа, на камне расп... Он опять это сделал Вот мы знаем все, что они дойдут до сюда и развернутся и убегут Но они всё равно при этом Зачем-то бегут за мной сюда Как будто выглядит что-то невоспорезанное, но это мастер-пийская Чё, у этого фулл хп вообще не пал Бодовник Ну да, быстро бодовник Изи Легко А, их надо убить, они квестовые Изи Нееет А Ау Пф Что там было? Ну, по-моему, был автосейв Каждый раз, когда я отходил к воротам, да, был автосейв Не надо будет заново их бить Я сначала обрадовался, что я могу ходить по воздуху А потом я упал в кислоту почему-то И умер Это было странно Да Но если я могу ходить по воде, ну по воздуху То, наверное, как бы, везде Видимо нет Пацаны Я ловил камень Так, ладно Уворачиваться на себя плохая идея Только в бок надо Это любой фильм, когда ты смотришь Когда идет погоня, кто-то на машине едет за человеком А тот дебил нечто Просто в сторону убежать И все, и настолько изи Он бежит, продолжает бежать прямо Чтобы за ним ехала машина и дальше гналась И вот у меня есть такая ситуация Когда я себя мошню в таких ситуациях На фильме или сериале То здесь Я поступаю еще так же И когда мне норм Не знаю, как это работает Видимо это реалистично Действительно во время экшн Ладно, 4 огурца Огурцы пришло ваше время В конце концов Да, обходят шубу Завтра же новая серия Чернобыля выйдет Такой клещ Мало урона Все, два сильных фейербалла, один слабый Что я за маг вообще такой? У нас остался последний огурец Все Зарезно Зарезно умор огурцов Я съеду Я съеду Я съеду Я не знаю Если его не вырвет после этого Значит мы воюем Типа и побеждаем Все Я буду слуга стрелять Сколько можно Ну Ну нету мага маны Ну все, но он юзлес Это какой-то вонючий пастух Который притворяется Что он типа маг Надел, короче, роб магический Надел шлем магический Предмет на магию надел Но он как бы Ну он же дебил Он пас овец Это как бы Экшили То, что он делал всю свою жизнь Почему мы вообще решили Что он может быть магом? Кто? Кто это сделал? Кто принял это решение? Все, опыта дадут Я трех из трех убил Может опыт Маги маник квест Маги квест Да? Нет? Да? Так, а в чем Столь квеста Дальше Обыщите храм А еще А еще Если я Поставлю Ягода Да? Есть Электрир ночного зрения Че? Интересно, как он выглядит Так, мне нужно На восстановление Маны И Че-нибудь На ХП Типа Минус 5 Охренительно Что да Черненько буду есть Чекаем Чекаем Просто светящий шар А я сохранить? Ладно Вот Одного ползуна Убью Я же не умру От ползуна одного Очень серьезно у меня ползет Я все-таки умру от него позвоню Горе у кого Почему Я постоянно забываю, что я играю на самой высокой сложности В этом, блин, отвратительном месиве Которое называется почему-то видеоигра А еще они урон не получают Когда идут спид Джеки, будешь смотреть 3, я буду спать Да, потом буду смотреть 3 Я, наверное, сделал, как в прошлом году мы с вами делали Там через день, может через пару Просто все трейлеры посмотрю, пока меньше И все Чтобы те, у кого будут вопросы по поводу моего мнения По какой-нибудь там, типа, анонсированной игре Или там, что-нибудь типа такого Чтобы они могли просто посмотреть запись Дей, все трейлеры смотрят Потому что я как-то привык Что я вообще, типа, сплю в 6 утра Там, сколько там, 4 или 5 В Москве Ну, кроме того, когда я играю в аркаде Сад великих умов Сейчас одного ползуна в бис хранится Да, но ползун так и не умер Он не желал умирать Надо снова зелье поставить Я знаю, что мне помешало победить Ни за что не догадаетесь Светейший шар над моей башкой Он просто меня отвлекал Барапапапапам 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 Бифербол, да, ну да Ну да, видна еще одна Еще одна Еще одна Куча, куча Даже не половина хп Вся моя мана Тут даже Мне подсказится, что этот шар был выше меня метра на полтора Ну ты же не хочешь умирать, ну вот и умираешь Потому что я мак Потому что я мак Я маковцы Пас Хух, он за сейви Стоп, еще один Че? А, да, я же Давай поделал Беду 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 Все, надо его добивать, причем все зайдет И делать автосейв Магра будет в сейв Бои, нет, я выхожу-хожу Как Виннипухи, ну Он входит, выходит, но где автосейв то? Не будет в сейв Сейв Бот я не буду пить, я уже пил Беду Ой, ну пойдем Ползун Один ползун Ну это даже не пол хп Ну это даже не пол хп главное его не подпускать все близко потому что мы знаем что он делает то есть мой квест в том чтобы искать храм у храм как храм не что-то обыскивать может пойти уже 2 ползу так надо чтоб они вместе ползли чтоб я 2x раззавел хитер сейчас только 1x 2x 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 переместился резко в меня абсолютно одинаковые подгорные рабочие получают разное количество урона от одинакового фаербола что пропустил в этой игре ну давай слушайте реально по ходу простая атака гораздо эффективнее чем усиленная наносит типа в два раза больше урона но за то количество маны я могу три раза по 88 снести чем просто дай ко мне 120 или 140 поэтому короче сильные удары только буду по куче врагов использовать дофига логично соц тот без автоприцела все таки не знаю как-то все не налетит в этой пещере хоть какую-то синюю паутину добавили с грибами они уже не столько уже все на одно лицо мне кажется что вся аркания это просто одна огромная типа пещера в которой скрепши есть каменный я бегаю я бью бесконечных ползунов скелетов ничего не меняется как будто в замкнутом круге надо было сейвнуться в нем можно быстрее яйцо снести чем добиться таким колдунством чего-либо что каркане лучшая игра 3 бакс стоит коробочка на ps4 в коллекции соблазнительное предложение короче рельс сделать подарок всем сапам и марканию отправить помощь огонь я сейнулся хорошо я потом до конеча уча вы получили свои действия что-то нет короче в ребяти там еще на площадке то далеко и вообще там короче чума и типа там что прям совсем все плохо может через годик там другой заберу только на тоже арканье даже от чистого сердца да да очень конечно хотим поиграть прям невероятно врос компуктер уже старый не тянет как и стоишь им диски не читая куда отдать деньги чтобы не получать подарок все ссылки в описании понимаете мы же с вами станем сразу же элитным кругом короче сумасшедшим короче как савентологи только арканитологи во во и мы короче все будем клоняться там арканье типа будем в элитном клубе будем когда они мимо друг друга пройдем так подмигивать типа и все у каждого будет копия арканье поддержим разработчик так сказать да почему ты так много урона наносишь ты ползу сохраняться после каждого боя сохраняться после нахрен каждого еще врага хотя знаете чё блин в жопу чё я вообще дерусь это гениально как я раньше зато не догадывался пока придурки я не буду с вами драться я просто обыщу храм найду чем не надо и уйду тут не по моему нужна какая-то штука которая молот что ли я найду то что будет подмигивание нервный тик ну смотря у кого чё но мы будем думать что-то подмигивание не я не беру взламу кучу земной ползун и бегает ау 6 хп все все ягоды сожрал походы какая-то плохая пещерка зелено хп можно а у меня снова есть огурцы ладно там что за мной прям очень много чего бегает куда право-лево я не знаю нет налево если я умру все паутинки собрал на болотке нет только не говори вернись и собери за без них ты типа сюжетный класс не пройдешь как я должен то был все не просто я не просто просить но не просто спросить ну наверно сюда раз такой долгий путь я бегу не от опыта я бегу от духоты облако духоты а тут еще раз вилка наверно лево что это такое первый раз в жизни вижу так возможно мне нали а у меня 45 что мне восстановить хп стюардский кто-то там хорошо что забытая могила она не нужна все все не нужно не нужно я так хорошо бежал еще выход похоже на то еще это матка подгорных ползнов который вообще уронена как это пройти я чё-то я не знаю по моему это дроп аркани я не знаю теперь или во первых столько развилок я даже не верю что я в принципе куда-то туда бежал я я я не уверен в этом типа задание обыщи храм я уже из храма вышел в какие-то пещеры вонючие ну допустим тут я пойду я шел направо допустим я пойду налево что измениться или я по-моему сюда и шел а это выход я так же от спрыг бегу когда меня в борду пытаются тащить лулз кстати борда первая же на плойке вышла так что можешь сказать что типа ты теперь на плойке играешь и пусть она плойку берет если хочешь с собой играть ну и как бы это изи от маза тебе не придется с ним играть и бежать не придется так и налево значит не вариант и шутки направо значит все таки бежал правильно не что если что то что что вы что вы вы что вы на вы 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 ускоряемся давай бег перекаты не помогаем на спи в реальной жизни перекатился просто как бы упал и лежал как кулечек то есть самого переката бы не произошло я просто бы упал так тут я побежал может быть может быть нет нет да невозможно его пройти не воюйте с ним я не хочу с ним воевать только чудо-чудно своих акул вонючки да это ржет надными мучениями а потом чё одет на меня машницу время такая собака бабка где-то где-то шоуга гоблин он сколько ползунавшись убьет просто пдм и все и нет никого ааа так где я кто я вот вот этот на и санта подъехал блин если проходила пройти мне момент с ползунами куда ты шла просто нет 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 реально это это я не знаю это это ночью во двор выйти короче никто не ржал кто все чудо-чудно думала опять придумала вот вранье какой-то и вред главное по нему и как будто бы это норма не шла подальше таких перспектив как же я пройду тогда если не танцы просто вверх направо мне надо там там где бы направлен налево и налево я пришел в никуда в этом матке этом пришел а в задании не было типа прийти к матке задание было бы щите храма и из него уже вышел 200 раз только круголя крутить короче с ними не пытаться увернуться и бежать короче да очередной раз идиотизм победил интеллект в неравном бою 3 на 1 вроде за маткой был проход но я попробую потом сбегать к матке туда поискать у нее проход это не знаю из которого порождение тьмы выходит наверное в неравном бою 3 на 5 сухи но но ну и но и м и и и так момент истины берем искорение и убежим вдруг смогу просочиться смог смог и чё тут здесь тупик я как шимпанзе короче я за часа правильно бежал я настоящее так коридор в который бежал вообще-то заказался прикинь выдающий красный мне кажется если зена королева воина была ползуном она бы также включала 90 процентов видит кто такая зена королева воина какой-то древний сериал с 90 мне батя рассказывал где бросала блин а тут то куда да да мы же в кольцо туда пробовали бежать у нас еще не вышло так вот и марта может мне тут цепиться и потом троировать отца нельзя за королеву ползуном был проход скорее всего для этого надо убить королеву ползунов и всех ползунов где-то вот тут у нас с вами возникает некоторая проблема с охренелостью этих ползунов и уроном я не знаю как победить как за ним проход меня же убивают меня же делают бобо и почему не было в квесте типа убейте блин матку ползунов и короче вот когда вы ее убьете за ним будет проход я ее по телеку смотрел на стс да да значит ели 40 как мне хреново да быть старыми пердунами я серьезно говорю по моему это не проходится типа мне надо супер много удачи и маны чтобы перебить их даже нельзя причем до под до матки добежать до чтобы ползуны отагрелись и пошли назад я бы только с ней дрался там хотя бы с одним двумя но мне там надо четырех ползунов зафигалить я теперь не понимаю как я это буду делать я не знаю по моему это конец конец аркании что еще какая то жесть то здоровье восстановление вон она это у меня и стоит вот доспехи восстановим здоровье да типа цель каменной кожи который читая вообще не то ничего не дает он дает мне ровно ничего это типа я еще рад должен быть что не так много всего дает так сужерем эликсир посмотрел по телеку мне должны 30 алло а ну видишь как быстро староста приходит стучит с кастырем тебе в окно не пойду в платиновую элиту аркании как именно так хочется быть числе избранных ну мы будем мы мы останемся в истории непонятными изгоями но на самом деле мы те кто совершил подвиг и он не будет забыть так по-моему вот если сейчас эти два ползунок меня отвалят так даже один остался я слишком победил в этом маленьком коридоре ну слишком жесткая игра ну опять огурцы что ли жрать я не знаю уже просто он просто спамит ударами и зафигарит я бы его сейчас одного если бы мог хотя бы победить я бы тут сейвнулся и отсюда бы уже дальше шел но я даже этого не могу сделать сейчас просто жесть какая-то привет Антон аааа зачем тебе его побеждать чтобы я мог сохраниться и уже с той точки идти с маткой драться и ползунами а если я бегу так типа начинаю там с ней драться то еще и куча ползунов бегать вокруг и всех я точно не победил а то хотя бы одного убить типа вот чтобы вот это все снова не бегать я должен там добежать типа и сейвнуться для этого надо чтобы не было врагов вот остается один ползун я не могу его победить потому что он блин за два удара сносит и все хп ааааааа еще ползуны стоят в проходах хорошо что тут не как в Delmycry блин нет стены демонов которые тебе говорят типа убей всех врагов пойдешь дальше спасибо блин на этом Где может как-то ускорение в нужный момент, чтобы я прям убежал от многих ползунов? Вот я бегу, типа, и вот тут в этом коридоре должен остаться один ползунок. Вот этот вот, который тут и сидит. Все остальные отсеиваются. То есть, грубо говоря, у меня есть очень хороший шанс конкретно его победить. Видите, другой тупик стоит. И он сейчас исчезнет просто. Видите, он делает три удара, которые сносят мне почти все хп сразу. Я типа не знаю, кто такого врага делал. Хотя бы от огня он маленько стоит. Так, стоп, стоп, стоп. Первый шанс. Шанс. Нет. Вот, вот. Видите, он ушел. И пришли новые теперь со мной драться, типа. И этот момент я могу выжить. Как-нибудь хотя бы, блин, огонь ловить и ублюдки. Так, я сейчас дойду до середины и по идее эти должны от меня будут отвалить. Возможно, это спасительный коридор. Этого ползуная убивают точно? Да. Все, сейчас остальные от меня отвалят. Отвалят, говорю. Так, вот. Видите, они ушли. Все. И мы с вами в безопасности и рядом с боссом. Ну, типа. Пошли отсюда, от моей пещеры. И теперь я могу сейвнуться. И вот теперь мы отсюда... Я, кстати, не буду сохранять на этот же слот. Сохранен на новый. Мало ли. Теперь мне хотя бы надо будет минимум ползунов убить и как-то еще с маткой разобраться. Ну, это уже не вся эта толпа, которая за мной носилась. Так. Вот. Два ползуна. И в итоге, видите, за мной их пять бегает. Но нам же не надо с пяти ползунами драться, правильно? Я говорю, было бы топовес, если бы осталось только один. Но я поставлю сюда на сочинение М2. Потому что они тут сидели. О, да. Блин, у меня такое чувство круто. Я, знаете, про Rocket Science вам задвигаю, типа. И как там надо, типа, делать ракеты и ракетное топливо. А я просто расскажу, как я пытаюсь уезжать в пещере с ползунами в Аркании. Ау. Ау. Я не могу сейвнуться. Видишь, в чем проблема? Бой, типа. Вот. Мне для этого надо их двоих победить, чтобы с маткой разбираться. Это моя цель. Я пью кучу сделать маны, чтобы манам становиться быстрее. Я мог бы быстрее их убить. Потому что вот одна серия из трех ударов, я умираю сразу. Не могу дать им задеть себя. Сейчас. Сейчас. Вот. С ускорением будет проще. Именно не кувыркаться от них, а просто отбегать. Кинул фэрбол. Побежал. Раз. Гнов готовлю уже. В бэн. Ага. И побежал. Снова пьем ману. Ну я не скажу, что я прям был и уже уверен, что это не проходится. Но что это будет супер тяжело и люди уже потом. Сколько раз я тут умер, пытаясь пробежать сюда. И видя, что кто-то ползунодицами дерется. Еще и матка. Крепец, я не ползу. я победил я говорю герои останутся в летописи безымянные одним из них буду я человек который когда-то победил ползунов в комнате с маткой а потом убил ее и это все на максимальной сложности вам не просто так привет не клинкал на кого команда клэ и шо матка а там шо лёд агент сайл дай я же забыл актера ну вы поняли который в светлячке играл молодого доктора который тогда банди недавно вот сыграл закефрон во как в меме закефрона или тут был мем про то что типа он там напокупался кубер типа где солдай было про беда не знаю я в мемах не всегда я кекаю с мемов но в мемологии я не очень окей я убил одного ползуна да значит еще один ползун и матка светлячки где-то настолько старыми я же говорю что это не все а а а а а и а и а и и а и а и и и и Так, ну она получает по 90 урона, да? Ну, чё у неё так много хп? Нет. Значит, тоже кальшона очень жёстко бьёт. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 я застрял. Нет, нет, нет. 30 кп. А! Всё, класс. Где-то как у вас при феодальном строе был. Ты был купцом или крестьянином? Я купцом, конечно, был, что и крестьянин, что ли, не митый. Какая лагина. Матка. Привет, коджитный борт. Чё-то экран начал. В начале записи стрима пульс, смотришь. Появилась возможность, как говорится, оппортунити, грейд. Бит-бупс, ну и, короче. Ха, ушла. Ну у неё прям вообще найс. Расстояние, на котором она убегает. Я могу просто до конца комнаты добегать. Она растриггерится. Я подхожу и снова фаерболдом у неё пуляю. Из-за победы. То есть... Бой! Вот этот, блин, изяевее, чем бег до неё. Вы понимаете? Прикол. Я ещё ману из зелья выпью. После которого он почему-то сбросил ход. Не знаю, в чём был смысл. Пери-пери-пери-пери. Кстати, кто-нибудь на ладина ходил? Чё, прикольно? Нет. Я просто считал новость, что это самый успешный фильм Гайя Ричи. В общем, конечно, странный выбор. Режиссёра. Как я не знаю, Кристоферу Новому дать, короче, Арканию акронизировать. Лори ходила, говорит, толп. Ах, Куртес, говорит. Кто эти люди? Вы сами-то не смотрели? Не прикольно не ходило. Завтра на четверть сожжём. Мешок с яйцами. Мешок с яйцами. Я победил. Ну-ка, поверить. Прикиньте, Эриль и, короче, акронизация Аркании. С музыкой от Ханса Циммера. Блин, вот такой, мне кажется, был бы. Экспириенс. Лори Ангер. Типа, я должен знать, кто это. Потому что ты знаешь. И чё. Я так в итоге никакой, блин, нафиг храм-то и не обыскал. В чём была суть моего путешествия? Чё, блин, ребят, знаете чё? По-моему. И я, короче, зря так далеко прошёл. Чё, прям, по-моему, вообще зря. Шквест где-то сзади, походу, остался. В этот момент, кстати, я хорошо помню. Когда я играл и вышел вот сюда вот и поднимался наверх по горе. Я вот в этот момент как раз по скайпу разговаривал с другом, с братом. И рассказывал им про Арканию. Шо, я типа вообще охреневаю от Экспириенса. Блин, походу, этот храм дальше не нужен. Проблема в том, что у меня вот тут вот у одного из храмов ачивка, типа. Вот там лежит артефакт. Чё-то есть инфа, что я сейчас обратно туда пойду. Почему я был уверен, что это будет, когда я из этой пещеры выйду, а я вышел вообще не там. Субтитры сделал DimaTorzok. Играет музыка Она по тебе нарезки не делает Ты не знаешь Ну вот Что вы ровните? Нам обратно через всех ползунов Надо будет бежать Но вы должны реветь Вы должны кидать на твой кзис И говорить оу ноу Вы понимаете? Хомка будет смотреть записи И она такая типа Щит, here we go again Потом я загружаюсь И она такая Щит, here we go again А потом я все это прохожу А она такая уже радостно Думаю, что все норм А я возвращаюсь обратно в пещеру Вы понимаете? Это у меня психическое травм будет Она потеряет связь с реальностью Сойдет с ума Откуда я-то пришел? Отсюда Блин, я вообще не понимаю Куда иду Вроде это храм Да Запись промотать можно Ага, сейчас типа Она проматывает будет запись Она ж не вы Те, кто у меня Запись смотрит Не смотрят От начала до конца Им интересно Каждая секунда Аркании Как сильно я в нее верю В итоге, короче Новости Томка не появляется Короче В дискорде Очень долго И потом кто-то С ее аккаунта пишет Ну, короче Она психиатрическая лечебница Лечится А как я обратно? Ааа А, не-не-не Стоп, стоп, стоп Тут живота же выход Все Я думал обратно Не запрыгну И все И минус просто Трофеи О, макаринс Привет, Пампкин Вот видите Кто-то Ратор Коя не с утра Так 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 Ага Ага Тут был С Да Стоп Как я Как я Жми сюда Что-ли Просто там В корзинке Будет статуя Иноса Без нее Ну, типа Все Как бы Бессмысленно Уж мне Ирили в этот храм Надо было Потом идти Как там В песне пелось В зоне джунгли Вечером Среду После обеда Короче Утром Во вторник Играем В Арканию Типа Аркания Завел Так Мы идем К вонючим домам Чтобы собрать Артефакт И открыть Телепорт Вот это Я должен был Сделать Батя Я через такое Дерьмо Прошел Батя Да По крайней мере Его так называли Да Он будет ДЛС Да Что ты здесь делаешь ДЛС К Арканию Понимаете Урарин Это как это Королю не нужны Лишние рты Мы должны были Искать пристанище В монастыре Но джунгли Из которой Туда лежит путь Кишат К Андромеде ДЛС Не вышло Из-за того Что игра Была неуспешна К Андромеде Не вышло ДЛС Потому что Игра была Неуспешна У Аркании Есть ДЛС Не смекаете? Так О Так Какую-то фигню Продаются Дерьмо Дерьмо Восемь Что так дорого Откуда мне Сохо денег Это взять Ты что Сумасшедший Что ли Сколько я могу Купить Четыре бутылки Четыре бутылки Где мне денег Так Чё я могу Продать Нет Быстрее Не продаю У меня есть Типа Мусор Там Все Копейки Стоит Продать Четыре бутылки Триста Триста Сорок Золота Блин Что это Такое Я же столько Артефактов Собирал У меня даже Какая-то Дичь Лежит В инвентаре Маленькая Жемчужина Оп Четыре бутылки Чаши Четыре бутылки Четыре бутылки Самородки Серые Четыре бутылки Четыре бутылки Четыре бутылки Я типа Крафтить Ничего не буду Да Это мы понимаем Может я лучше Нахнец Брода Траву Ужи боящие Ужи тролля Там Жвал Пулзунов Когти Чесноки Вонючее мясо Например Заки Ящера Это все Для крафта Нужно Я ничего Крафика Собираюсь Короче В финале Игры Надо что-нибудь Закрафтить По сюжету Я так Вомни Прикольно Гесай Не пройду Здесь Никогда Спасибо Заркиши На притягивании Четыре бутылки Собирал Так У меня Десять Кепсов Так Все Зелки Спасибо Что Хватило И Крепко Зельмама Надо мне Купить Тыщ у Писи О-оо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Brandon 12 стрелок 2000 мне пожалуйста еще два зельмана ну что я вам скажу ну и мелкой зелеманки оставим потом большой зелеманки хп и зелеманы тоже выпьем в какой нибудь мега бою у нее было дилса и ты его не прошел да да был дилс джек постовое прохождение купил инквизишн и чуть позже андромеду что ты делаешь деда ну я тебе клевые игры продаю dragonfly играть в пистас андромеду это конечно ну как бы возможно кто-то скажет мех но вот заплатить ее как были вот он это статуэтка которую я не собрал а мог бы и вот теперь я сейваюсь когда я купил зелок и за статк кстати недавно пересматривал обзор англиджон инквизиции где эти 10 поставил просто наш чувак а тут еще куда-то в край бежать сирисами в ком-то маяку и чё в нем где угу 23-я будет третий кем пойдем к маяку инквизиция андромеда топовые игры посмотрите на аркане все поймете просто люди воротят нос от типа нормальных игр которые просто не идеальны так забавно хотя никогда не видели не играли там проектов которые вот типа арканик ну вообще отвратительно просто невозможно такой придумать даже чтоб кто-то мог сделать такую игру живообразиции не можешь ну вот она здесь а это где я а ну все в пещеру возвращаемся снова через ползунов я время от времени катаю инквизицию на кошмаре что-то не такое ну я этот экспириенс на ps3 прочувствовал я выжил и я прошел до скай холда бы скорее добраться нормально инквизиции бегаешь и корень собираешь кайбишь а уж собрать все осколки ебой хороших игр слишком много чтобы играть в среднячки но отнесите в среднячки они лучше чем среднячки вот например типа есть игра эликс да которая типа многим не понравилась типа она устаревшись такой но я например кайфанул не значит что типа если игра сложная и хардкорная но немного кривая что она прям сразу счетом типа один из десяти супер отвратительный свой кайф с ним можно получить а есть секрет типа райпу холл ретрибьюшн или там какой нибудь не знаю майнджек какой нибудь который ну супер отвратительный ублюдцкий ничё ну как и дредлейк например это вообще не игра медведь непотребствия делают во внутренних землях да 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 в аркане лучше анимации чем андромейн ты вот это вообще видел вот это вот лучше анимации чем андромейн ты чё блин здесь лицовой анимации вообще нет в принципе ты тупо хейтер 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 хейтерок о ничё си лучше анимации да просто перескакиваю сквозь все лучше анимации ой хейтер кей ой хейтер кей так идем дальше прямо я тут счет столько артефактов пропустил даже самый спанец не мог найти что я то могу сделать здесь мне нравился эликс ровно до момента когда я понял что пираньи было все равно когда они делали а и че это за момент был такой я всю игру прошел за все фракции я понял что им было не все равно прикинь как-то у меня не было такого момента где было понятно что им все равно видимо в разные эликсы играли о стоил кенниса чекаем ага дальше налево комната с двумя саркофагом и в углу артефакт как ты пошел не мог найти а он короче подходит такой и такой короче кругом пробегает такой не может найти такой стоит такое бежит другое место тыкать туда и так потом находит я помню что он не может найти где артефакт там лежал поэтому да великий испанец че то не смог че то не смог ну по-моему следующая комната угловая да вон саркофаги короче в углу лежит артефакт но он-то бегает уже по пустым локациям где ползунов нет как я вот это должен был сам найти собрать я не бегаю нет нет все плохо не убивает стоп так главное не умереть а то придет заново собирать где следующий да я угадаю снова где-нибудь в этой кещере да походу там где матка да уже на выходе в уголке там я что-то выходил боли где например сейчас в ислам 2 платине руда и игра кривенькая на ужасном теперь unity причем вот именно так внутрь некрасиво сделано типа вторую часть игры все вылетает постоянно вон с топом при переходе зло но при этом в ней прикольный сюжет интересная ролевая система дмдш неплохой тактический бой на минусы приход закроет глаза и из-за того что интересно дальше играть просто по кальпис тот же самый фаллаут вайпс вот эти игра я прохожу и все но игра типа не супер клевая я так понимаю но свой кайф с нее можно словить спасибо айси за 36 месяцев давай бегнулась ресурпчик на 3 года прожала и наработку я про ворону речь про вестлан 2 да 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 я я очень хайп типа по вестлан 3 учитывая новости которые читал что там будет в третьей части сделано вообще по мукой там можно будет полностью в кого-то пройти всю кампанию сюжетную там будет короче своя база рейнджеров типа и можно будет ее прокачивать ну то есть по сути как в их склоне с мстителем который ты прокачиваешь а потом выходишь на вылазки и миссии делаешь и вот там будет чё-то типа такого вот и короче туда еще сценаристов они пригнали тайцев номерия короче игры которые именно за сценарий у меня много было похвал я тоже кстати в ней играл на его я вот ее не допрошел еще пока маленько подзабросил я но она рели прикольно это очень необычно клёво написано короче вестланд 3 прям вообще хайп если они еще движок улучшат и нормально все нарисуют и там быть больше локации всякого такого-то прям прикольно уж некоторые вариативность вестланд 2 реально клевая я например типа там делал ачивку где надо было за злого робота который хочет убить всех людей типа на него поработать и по убивать всех главарей типа ну грубо говоря от прикиньте убить у бефезды ни в одной игре никогда такого не будешь обте дали убивать главных персонажей типа чтобы была концовка то есть типа прям ты идешь тебя вот этот сюжетный перстом глава города его убей вот этот город всех перебей короче чтоб там вообще никого не осталось чтоб только ты типа типа там правил и ты в итоге идешь во всех этих локаций всех перебиваешь потом приходишь к этому роботу он тебе ну спасибо что ты сделал всю эту работу а теперь короче ты мне больше не нужен ну типа я же злой где-то убью и просто и гонки греша ядерная бомба рядом с тобой лежит где ты пришел типа и он и взрывает все конец это финал игры идут титры все такая концовка типа это счетов что в принципе такое можно сделать так вот мы вышли прошли по снегу до пришли видимо в сторону кузницы тут где-то слева лежит тормин тайцев на мире да 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 вот вообще топовая игра мне еще понравилось я вот ее проходил весной кстати дедус там у хэви новый альбом вышел а я не слушал скинешь все это не будет иметь значение с не оставят тостер блин да юзис на тостеры там сок с ними рофлик какие планы после аркани по играм не знаю метро и экзодус наверно будет приходить наверно после аркани из-за бдения понимаете мы больше никогда не сможем поиграть посмотреть тут игру все игры будут только хуже после аркани это очень тяжело знаете какое-нибудь топовое приключение заканчивать там какой-нибудь rdr2 проходите и после этого у вас у вас внутри пустота некоторая что вы больше не сможете от приключения прочувствовать поиграть в эту кайфовую игру так время обувца который раз вот у нас это будет сверканье похоже на тиране пилосов да вот я говорю там очень много текста он прикольный я еще пиларсов хочу пройти я бы сейчас прям по тактическим такими грудами соскучился вот вы снова 2 сейчас прохожу потом тайтс наверно да пройду хочу короче на амазоне взять диск пиларсов complete edition пиларсов пройти в тиранью по моему они на консолях не выпускали что обидно стоп следующий это уже в какой-то пещере где босс наверно но это пипец как они ныкают эти артефакты я вообще не знаю где искать митраксов ужасно забагованная мандрагонфлю играла чуть забагованной нет лиризанга рисунда я уже говорил типа рисун 2 или 3 поиграть на может будет ремастер аркани на ps5 надеемся пиларсов каком ты сделал сэшли джонсон перса звучит . witch г s и пиларсов знаю что то поводу я типа играл на пеке скопэ . часа 3-4 я и в эссмом тоже в свое время играл там она еще беткой была я прям помню я так жестко прям залипал первые два города первый приходил у меня режим был заруинен и я сидел часов до 5 утра а потом что-то то ли на какой-то баг наткнулся то ли что и дропнул за багом у меня бот вниз провалился про богословину такое полетали мышки по небу но это все и кончилось ну и вот норм я просто из серии метро так первую часть играл и то типа два раза я ее проходил супер давно хотя нет даже проходил я ее только один раз на канал а до этого я где-то пол игры только прошел а до этого я где-то пол игры только прошел потом вышел last light я такой ну через год я где-нибудь пройду типа не особо тебя не играть и все и так я и не прошел но судя по обзорам гриджо там будут бугисы и раз я купил диск 3d счастье ну как бы надо пойти там говорят всякие выборы есть выборы ждет ну вот во что я кувыркнулся бери к ней забери ну ладно ладно это будет долго да я не засохну что-то начинаю понимаешь просто вы понимаете что если я буду проходить метро второе то это будет на ps3 типа ну и вы понимаете ps3 experience да это как mass effect на ps3 поэтому я больше резистансы прошел мне очень интересно знакомиться с серией но по-моему первой части очевидки не завезли а играть вторую третью типа как-то странно лишняя цена игр много я за много буду играть я вот например хочу в тест драйв фанлимите 2 поездить а на пеке она уже не работает нигде типа и я конечно на ps3 себе взял я просто хочу покататься в тест драйв фанлимите 2 что ты говоришь что ты говоришь я не гоню на ps3 приходили просто люди на массе ууу чё с графоном уу чё с разрешением улучшилась текстура ну блин это ps3 как бы это мы окунаемся в прошлое и смотрим как это все работало куда-то там почему люди платили 60 долларов за игры которые так работают да и всегда есть возможность постримовать с корием на французском например украину ути мэй тэкспириенс ути мэй тэкспириенс такой игру тодо говарда в еще ни кауни видели когда все на французском разговоре ты не понимаешь как вот спеком к вот вот эти оч советом стрелять записи ты будешь смотреть запись там будет много отсылок к тебе Но с резистансом проблема в том, что у меня третья часть не стримилась. Возможно сейчас, когда типа через новую карту захвата, возможно она и заработает нормально, потому что я же массу стримил, но правда надо было колхозный второй монитор подрубать. Точнее, это первый монитор и единственный, потому что играю с телевизора. Ну короче, по идее, там как можно. Скорее всего, всё, что будет в ближайшем видеть, либо Metro Exodus, либо какие-нибудь старые PS3 игры, которые я буду просто проходить, потому что я, например, в них всегда хотел поиграть, но не мог. Или там, типа, что-то такого, например. Например, у меня есть игра про Нарнию на PS3. Типа, там можно ачивки повыбивать. Я вот никогда не играл наверняка. Игра по фильму, он, типа, полный хал. Но можно по кельке, по типу, по всему. Ах! Не умирай. Села в Хеверен играть, от графена анимации не станет глаз дергаться. Ну а шо поделать? На пеке за то, что за 300 рублей можно поиграть, наверное. У меня с Хеверен вообще супер забавная история. Я, короче, ее покупал, по-моему, почти сразу после покупки плойки примерно. Да, я ее покупал, потому что моя плойка шла с God of War 3 и с Gran Turismo 5. И, типа, ну я, естественно, пока играл в God of War. А, я хотел какую-нибудь еще игру. Я, короче, купил себе Heavy Rain. Я ее прошел. Да, по-моему, я даже прохождение снимал. Вот, я, короче, прошел. И потом я диск потерял. Я такой, блин. Короче. Или я, или я почти, да, прошел. В какой-то момент я потерял диск. И мне надо было еще один теперь. Я пошел еще, купил Heavy Rain. Типа, такой уже немного другой диск, там, типа, где уже мув поддерживался. Типа, то ли дальше начал проходить, то ли еще дальше проходить. Не помню, короче. И потом я нашел первый диск. Я такой, а-а-а-а, да, прикольно. Типа, у меня этих два диска с Heavy Rain абсолютно разные. Ну, типа, оба на PS3. Вот такие вот два. Не помню, я рассказывал или нет, как я потерял. У меня же первый диск в Gothic 2. А-а-а, был пиратский. А, дружбана. Который меня с такой, типа, знакомил. Он мне его оставил, типа, и уехал. Вот. И это был, короче, джевел двухдисковый. Да? И в какой-то момент я потерял второй диск. То есть я, как бы, мог играть пол игры. Или, типа, того, как там это, я не знаю, как было сделано. В общем, суть была в том, что у меня была коробка и у меня был только первый диск и все. А диска 2 не было. Я у ГЭТ потерял. И я, чтобы вам не соврать, получается, в 2000, ну, где-то пятого, наверное, года, четвертого, когда я там в 2020 начал играть. Уникальтер после четырнадцатого месяца. Вот. И чтобы вы просто поняли, что произошло, спустя лет, наверное, восемь, может быть, или девять, ну, где-то так примерно, года до четырнадцатого, я купился новый стол и, типа, стол старый начал разбирать. А там была деревянная такая подставка под системник. Вот. И что вы думаете? Я разбираю старый стол, убираю эту старую подставку под системник, и под ней лежит этот диск Готики 2, диск, типа, второй. Как он туда попал? Под стойку, вот, под деревянную под системник. И почему я все это время... Ну, я стол, типа, не двигал особо никуда, видимо, поэтому я не нашел его. Это просто лежит этот диск. Как он вообще туда попал, я понятия не имею. Но я его нашел, положил его в коробочку, и такой, хэ, теперь у меня снова два диска Готики 2, типа. Просто чё? Почему? Зачем? И вот пока я стол себе не поменял и этот не разобрал, я бы так никогда этот диск не нашел. И я такой уж... Я помню, что я все тогда обыскал, потому что, ну, типа, не мои диски-то. То есть, да, друга, но он уже не нужен был, он такой мне, типа, говорит, а пусть у тебя будет. Я такой, ну, окей, все. Но я такой, блин, это ж, типа, воспоминания пиратских диск, Готики 2, бла-бла-бла, короче, двух дисков, а второго диска нет. Я не знаю, где он. И он каким-то образом, видимо, упал, и как-то... Я даже не знаю, как он вообще мог... Может быть, кот играл им, да, типа, и лапой вот туда его, под эту штуку, затащил в кунчей. И все, и вот так он там простоял под этим столом все это время. Но я в итоге потом его достал, как бы, убрал, типа, и положил обратно в... И все, и теперь у меня два диска в коробке так и лежат. И все, и теперь у меня два диска в коробке так и лежат. Когда я убираю эту подставку и вижу, что там лежит этот диск. И у меня просто, я такой, так вот где... Ай, был автосейв, спасибо, бро. Я такой, так вот где он был все эти восемь лет. Или типа того. Типа, вот почему я не мог его найти. Все оказалось супер просто. Это похоже на историю, когда я потерял, короче, артбук по Mass Effect 3. Точнее, по Mass Effect 1, 2, 3, типа, Сирена Mass Effect. Я, по-моему, с Амазона заказывал артбук. Вот. И был у меня он, и еще там пара каких-то там книжек, короче, что-то такое. И я просто потерял его, я не мог найти. Я обыскал весь дом. Ну, как потом оказалось, не весь, типа, обыскал. Но я типа, я просто не мог найти, я не знал где. Я уже думал, блин, новый что-ли покупать, типа, ну что за дела-то? Я же помню, что я покупал, а где найти не могу. И, короче, и что вы думаете? В итоге я, знаете, где его нашел? У меня прям перед входом в комнату, я тогда, короче, делал ремонт, и у меня были... Плитка лежала в коробках. И вот за одной из этих коробок почему-то я, видимо, в какой-то момент поставил коробку, ну, типа, с доставки с артбуком, с этим, там, комикс, еще там что-то, короче, было. И поставил ее к стене, и потом все это заставил коробками с плиткой. Вот. И просто забыл про это. То есть, типа, плитку-то я использовал, а коробки там такие оставил. Типа, пусть-то я думал, что, мне не мешает, если что-нибудь в них там положу. И все, и забыл абсолютно. И вот потом я такой, начал же такой, так, а че-то коробки у меня стоят? Ой, а че-то за ними стоит. А-а-а! И все. И такой, типа, а-а, во-о-о-о-о-о-о-о-о-о... сейчас кстати арт-бук то я знаю где, я комиксы опять потерял, я не знаю куда их делать по мосфете там 5 или 6 что ли комиксов было возможно они снова в коробке представь что блядь через 8 нашел, ну такое так, а куда мне, собственно говоря мне нужна, наверное так как это сюжетная пещера я наверно туда по любому попаду, ну то есть я эти повряд ли заблужусь прикольная ловушка не знаю ок как конкретно оно оттуда выпуливается кто-то придумал угу так, во-во-во, мне видимо нужно тут как-то фаербол запустить или чё что вот это лёд, типа, сгорел или как чтобы я его растопирую или что ну просто умереть замечательный замечательный сабы хорошие ну 50-50 наверное ну доброе утро привет вы чё, зрители спарк что ли? чё она стримует? интересно вам хоть смотреть-то её то что чё? как я умер потому что учитывая что спарк на стримах тут просто сидит постоянно душни Я представляю, что она делает, когда у нее есть люди, которые ее смотрят, и она на них машинирует. И всю эту духоту на них спускает. Постоянно недовольна, наверное, всем. Ча вы тут сидите? Ча вы тут пишите? Ча вам тут не нравится? Я даже пришел, написалось, что у нее микрофоном отвратительный и ее не слышно. Сток славил хейта. Что ушел потом и... блин. Ну, отвратительность неделю уже. Пазл собирает мультики для девочек, смотрит, машинирует, когда подсказки лишь прием. Ну, короче, как experience. А, я, в принципе, угадал. Савим паук, савим паук. Савим паук. Ну, маны можно. Yes. Boom. Что за новое место прохожу? Я не знаю, он какая-то полная срань. Ну, мне-то надо пройти как-то, как-то. Не знаю, как-то. Он ВИЧ мультиком для девочек называл. Что такое ВИЧ? ВИЧ в смысле... ВИЧер? Ну, я сам назвал мультиком для девочек, скорее всего. Ну, типа, чё, Спарк там? В Скуби-Ду каких-то играет и её ещё как-то балетка ещё делает. Не знаю. Кота выгуливает зимой. Это ж вообще писяц. Я в Пету звонил три раза. А когда... А потом, короче, она говорит, типа, да это он сам, типа, хочет, я говорю. Что-то он тебе сам сказал, он тебе так сказал или что, что он хочет в минус 30 по снегу походить или чё, типа? Аначе она говорит, что я такой машнялю, и всё, и на этом заканчивается диалог. Что за ВИЧ, я не знаю. Она ещё его бьёт? Ну, я говорю, в Пету как бы я уже звонил. Они её взяли на карандаш, но, по-моему, типа, такими темпами от кошки-то ничего не останется. Надо спешить спасать животное. От Спарка. Чё-то жрец гнат не выходит, а? Чё, боишься, да? Бри-бри-бри-бри-бри-бри. Стоит там пуляет свой. Холод. Чародейки, лол. По-естественно, мы их показываем, чародейки тут не учат. Чародейки. Я никаких чердейков не смотрел, я же не дурал. Чё, я удивительные странства Гераку не просто смотрел. И чудеса науки, где была, блин, потрясающая женщина. Кстати, у чудес науки будет Blu-Ray. Со всеми сезонами. Надо будет приобусти. Хрен знает, чё-то замуртываю. Вообще понятия не имею, никогда не видел. Чародейки. Чародейки. Я говорю, у нас в натуралов. Как бы, ну... Какие мультики котировались, никто не смотрел. Мы же с Луи смотрели на Jetix. Потом, что с Энди мы смотрели на Jetix. И про Джима Баттона. Типа, ооо, Джим Баттон, Джим Баттон. Про него, кстати, фильм вышел недавно. Джим Пуковка. Но, по-моему, его вообще никто не смотрел. И там три человека, типа, в кинотеатр пришли максимум. Мне так кажется, учитывая, что я вообще про него больше ничего не слышал. Прямо того, что он просто существует. Типа, блин, даже Кимс 5 с плюсом, блин, мне кажется, лучше, чем Чародея каких-то. Чародейки тоже по Jetix шли. Ну, я говорю, я, блин, натурал, извините, я, типа, не смотрел это. Я смотрел, что с Энди, например. Там чел, типа, ходил и постоянно, блин, всем мошнил. Всем портил жизнь. Вот это был топ, может. Как бы, это мое детство, да. Чародейки. Что они могут делать? Ходить, чародить или что? Что? Ты понимаешь, Сэлэр мусори, там хоть на японочку можно поглазеть. Ну, а тут... Совсем уж как-то. Взочарованы их, там, на Алису, Милану, там, пазы. Ау. Ладно, все равно нет ничего хуже Лентяева. Я не знаю, что-то. Ау. Что за название такое Лентяева? Хотя, блин, судя по названию, я поножил. Глянул, что за чародейки. Ха-ха. Хрень какая-то. Мне даже смотреть не надо, чтобы это понять. Это как всем нравится Шаман Кинг, но, по-моему, это вообще какая-то фигня полная. Сэлэр дебильная песня, типа. А что фаербол перестал лететь? Типа я убил скелетов и проклятие ушло или что? А что там? Так, во-первых, сейх. Во-вторых, сейх. У тебя вот обличило, конечно, понятно фанатики. Как дендошники. С ними нельзя споить. Привет, Грисимон. Я помню, с аниме была какая-то тема, короче, у меня Дружбан, который прям очень много аниме смотрел. Принес диск, типа, и мы начали смотреть какую-то анимешку. Он такой, вообще супер смешная, просто, типа, уссаться можно. Нереально смешно, столько рофлов. Прям топ, типа, там столько всяких пародий на вот эти аниме, типа, сами, типа, ну, как бы, аниме, которые пародируют аниме, да? Ну, то есть, не правильно. Столько local-мемов, там вообще приколюшки, просто. Закачаешься. Я такой, ну ок. Мы включили, типа, с ним смотреть. Смотрим первую серию. Он хихикает над каждой фразой. Я, конечно же, ещё не понимаю, в чём прикол. И всё, мы в итоге построили одну серию, он такой, ну чё, типа, говорит. Я, говорит, созрю, чё-то как-то не особо... Я такой, да я, типа, ничего не понял, типа, в чём смысл отсылок, если я, типа, не смотрел. Все эти аниме, я же не знаю, как там у них. Типа, в чём их проблемы и что конкретно там стебут, поэтому мне это вообще, типа, ничего не даёт. Поэтому, говорю, я как-то не понял. Не маля. И всё. Так что тут я могу понять, что если кто-то, типа, в теме... То он может сказать, что, да, типа, это прикольно, я тут смотрю, потому что там... Какие-то определённые ровы, а я вот не. Ау. Ну пусть их огонь убивает, короче. Я буду хитрожопом. Я буду просто так стоять. Смена озвучки. С озвучкой сейчас будешь смотреть. Вдруг такой вот всё... Не, так он понял, что, типа, я, Тарили, ну, не в курсе этих приколов. И, ну, для меня это ничего не значит. Просто друг-то он на то и друг, чтобы он, типа, не хейтил твой выбор, там, или... Если тебе что-то не понравилось, он просто понимает, что, о, типа, не понравилось и всё. Это же не чат, который начинает тебя переубеждать, там, короче, и... Говорит, ой, да ты глупый, ничего не понял, там, на самом деле, вообще кайф. Всей деревне, типа, смеёмся. Вот я помню, как фильм Assassin's Creed вышел, я не ходил в кинотеатр и всем говорил, что это 6 на 10. Но мне никто не верил, меня хейтили, говорили, типа, ой, да ты фильм-то сначала посмотри, а потом, типа... Ну и чё? И чё в итоге? И чё всё так с Фассбендером прутся? Я вообще ни одного, просто ни одного фильма не видел, где Фассбендер был бы хорош. Все фигня какая-то полная. Что чужой? Где он там какого-то андроида дебильного играл? Который, в итоге, типа, вроде, почти всехсот полный. Или нету, я не знаю, чё там было. Что в X-менах, вот в этих новых? В Assassin's Creed тоже, типа, шляпа. Не знаю, короче. Фена Фассбендера, мне кажется, никого не объясняет. В чём прикол Фассбендера? А, ну, о, как? В... В... В бесславных ублюдках была мини-эпизодическая роль, где он был норм. Но, типа, он там был 5 минут, из которых говорил одну. Блин, у него было 4 предложения. О, господи. Ну, типа, это, как бы, ну, там Тарантино и сам фильм топ. Прометей, Завет, редко слышала, да? В фильме вебал один из десяти, никто меня не переубедит, да? Ты видела видос про... Короче... По-моему, Ихи сделал видос. Где, типа, он нашёл аккаунт у вебала на каком-то там сайте рецензии. Читал, короче, рецензию вебала на фильмы. Просто такие рофлы. Если это действительно он. Там, конечно, своим фильмом везде ставят 5 звёзд. А над многими фильмами, которые всем нравятся, просто жёстко их хейтят. Там, типа, фильм какой-нибудь есть, да? Где, типа, там, какая-нибудь женщина-актриса. Он такой, ну, говорит, жопа у неё ничего была такая. Ну, а фильм, типа, сюжет накал полный. Ну, говорит, ради жопы, типа, я, говорит, сотрел. И ты сидишь такой, типа, бубый болт, блядь, ты чё? Почему мне стыдно за тебя? Сюжетную конфу я не понял, но эти орехи, говорит, ухо ещё наисец. Бзы, спасибо, доктор Менигал. Через четыре месяца. Сюжетную конфу я не понял. Я чувствую себя. я кстати все еще не уверен что я иду туда куда надо но вроде как больше то и некуда идти в этом выбор не любит можно зелье хп и маны пожалуйста стрел дали взяли хп до нас он выжил он отлагал шел за мной ой так фаербол на максимум счет нам дает зажав усилий так сумочный вариант заклинание 200 маны носит 223 урона нескольким целям на 10 секунд поджигает их норм дожди я что-то еще качать начинал мощь по моему да где хп дают о пере 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 пер пере пере сюда что ли не включай скорый конец штрисов через полгода 5 лет да? это еще на xcom в 2016 тут наверно надо что-то сделать чтобы этот лед разморозить ключ а ну вот и ключ пернач похоже на пермач в старифе однако цена материала довольно расточительная что это? я что-то могу создать? так по-моему какой-то амулет на 50 мана мне кажется что у меня амулет хуже 20 доспехи сколько здоровья? 15-15 да все этот амулет явно лучше он мне даст маму блин не спит так какой амулет я поднял блин во белый глаз по-моему да? доспехи еще дает так а у меня теперь 422 маны 200 маны супер сильный удар да? получается 2 супер мега фаербола могу запустить целых 2 да ужасная смерть ну это еще более-менее норм ну это вообще прям перекосило брати зла так джек решил сегодня в единстве? а что сколько времени я давайте закончу что ли? ооо ну да 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 так пишите пишите мама в whatsapp написала щас твич установил ей whatsapp месяц назад возможно это было ошибкой но с другой стороны я получаю гифки с коржами ежедневно так что Fake соса закончу но я не знаю кто arty comfortably сказал типа че что смотри ну я и задумался в то б я явно могу больше прослип твербольчиков пульнуть что он уже не пройдет здесь ну то подумаешь два раза больше чем дверь кошка не проснулся надо бы проверить но у меня голем к как бы дверь же очевидно блин решетка метрической как у нее может пройти блин голем огромного размера о мне сюда надо здесь коллектаблс не знаю почему на ютуб у меня постоянно вот это видео с коллектаблс сбрасывает на первую минуту и все никак не хочет запоминать где там типа было все это а я-то все думал когда наши сан бейл дороги пересекутся ну где остальные вчера ксов 4к пересмотрел такой качество вообще не стареет насколько темно а то второе просто ахуй нам сейчас надо вот этих баб убить сумасшедше а какие-то берицы нет но мы будем об этом кстати смотрите насколько больше урон то стал так окей я реально начинаю становиться магом действительно это прям очень неплохо шарахнуло надо только полный заряд но испанец же старался он же играл он же коллектаблс показывает бум просто там еще и поджигание топовое должно быть я маг мама я маг маг после восьмидесять восьмидесять три вода который изначально должен был быть магом но вот он момент так только я типа еще и мерить могу до сих пор хоть я и маг привет чоп в дёрфинг драгон ферсик что-то прям опять у бота фавора приходит на четыреста в сто лет и сразу бот все внимание направляет так буду ждать пока где он находится и бегает за мной хыыыыыыы у кого-то ускорение да да он учился башка король ночи лол или смотрите чекайте король ночь бэм 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 ну голову груто да не шипики какая бэм 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 сдохни уже шо ж тут столько хп ну так it's time it's final так так цена залечить блин сто сорок зельмана мне надо а у меня здесь здоровье 19 простых зимонку по и 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 Всё в статуе? Чё так много хп то у неё? Ну ебай не надо Я прям в повязки постреляю На бедры мне Но там же ничего нет Я победник Долго до финального босса стримов 5 Приходи Через 5 стримов Будьте финальным боссом Ой коллекта у вас столько зныкало что я даже наверное его не найду Ох сейчас снять Снять Чё? Здесь Лежало А он тут и лежит Только оно невидимое у меня в игре У испанца вот здесь вот лежит короче каменная Типа часть статуи Да Вот Которая закрывает коллектаблсы Я ещё удивлялся как это можно найти Ну хорошо Мне больше повезло У меня здесь вообще ничего не было Я смог найти так легко Так Чё дальше? Угу Выход из пещеры И при спуске Угу Увеличивает Ну вот его наверное соберём и закончим Угу Надо 4 выбраться отсюда Пока я сеймнулся Ладно сеймлюсь ещё раз А Раля чё ты там делался он с Абом Чё куда идти то? Наверно наверх Тут же не зря этот мост И подъём Это яхт После каждого стримарка они Ошибка Да Если бы не испанец Нет чувак Я бы не нашёл коллектаблс Эти Ты прикинь Мне надо было бы каждую локацию Просто Каждый уголок в ней обыскивать Учитывая что здесь Таких Таких неочевидных местах Находятся коллектаблс В прошлом стриме В храме мы На крыше нашли Который Я бы вообще никогда его не нашёл Поэтому нет А по текстовому гвиду Я бы тоже не понял что делать Так что если бы не испанец этого не было бы Ничего Ну и вот тут типа был ролик Типа Но мы как бы его Не увидим Не увидим Да Стоп А тут сейчас надо что-то скрафтить Нет? По-моему Нужны на это материалы На какой-то меч Что-ли На какой-то меч Что-ли Так Задания обновлены Ага Ага И чё Открём истину Ну Блин Соргана В Торниару Помогите Каролина Затем Чего Кого Власти Тебе Да В Торниару Тебе надо идти Я проходил игру 2-3 раза Я не знаю вообще что Какая Торниара Нет 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 Испанец Отчасти виноват В моей отношениях Да он мне Он мне облегчил ВСЕ просто Вы понимаете Я бы сам без него В жизни бы никогда Его не нашёл Я бы просто Лёг в углу В позе зародыша И плакал бы И такой Я не смогу Заплатить Аркадий В душе либо бы дойти Вся коллега Боссы Чё А Прикольно Если меч на спине Я ещё один достал Откуда я Пришёл А Ну Назад Ну Не Сюда Так Много Собувчать Что чувствуется Меньшинством Ну Это так И есть Да Скорее всего Ты Единственный Натурал Здесь Другой Вопрос Или Стоп Или Наоборот Снизу вверх Поднялся Или Наоборот Нужно Внести Так Сложно А Не Да Всё верно Мы сюда Угу Сардас По-моему Нет Пипец Нет Да Чтоб тебя Блин Спускайся Аккуратно Да Мы Выбрались Понимаете Мы Выбрались Из всех Пещер Посмотрите Сколько Мы прошли Пещер Мы Начали С вами Отсюда Вот От этого Захода Мы Прошли Вот Тут Миллиард Триллион Пещер И В итоге Вытащились Мы Сделали Это Больше Никаких Пещер На самом деле Еще Пещер Но Конкретно Этих Больше Не будет Вот Он Артефакт Всё Можно Сохраниться Артефактов Осталось В принципе Не так и много То есть Мы Большую часть Работы Сделали Где-то 4 пятых Наверное Мы Даже Можем с вами Посмотреть Смотрите У нас 23 из 30 статуэток Осталось 7 Забытые могилы Нам не нужны Осталось 4 всего лишь Артефакта Белиара Паутинки Нам не нужны И Шесть Древних Реликвий И Всё Понимаете И Всё Ни больше Ничего Нам не нужно Всё На Выхнем Главном Миню Спасибо Что Помогли Мне Схоротать Время С утреца Не знаю Куда Увидимся Наверное Время 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 Какая Насмурь Быстро Добежать Каменные Сердца И Потом Насмурь Мочить Ну Пока Что Помогли 75 Платина А не Аркания Время 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 Так Что Всем Спасибо Проходиться Стримом Ну Обычно Дмаг 50 А вот Аркания Он Это Дмаг Легкий Там Сложиться Не будет проблем Я начинаю обуздан был дом поэтому все будет изи изи будет красивенько платинка ведьмаки при этом все всем спасибо всем пока пойду короче кошку проверю четыре часа посидели я помнировал часика 2 но но играть затягиваем согласитесь вопроса быть не может вот всем спасибо за риса бы увидимся еще когда-нибудь карте собираю одну я уже сделал это все мне он просто пройти игру на карт-коре все просто пройти именно на свой сюжет до квеста ничего не надо только свой сюжет насмерть и все не сразу влет в платье все я пошел а а а а а а